Суровый веб, тот самый подкаст от eWebDesign из Челябинска. SVG и Canvas. Что использовать? Прекратите использовать стики-навигацию. Новый 16-дюймовый MacBook. Новый 16-дюймовый, погнали. 16-сантиметровый. Во-первых, это. Во-вторых, тоже думал, что будет что-нибудь использовать. У нас две громкие темки использовать. И вот как использовать новый 16-дюймовый MacBook, там должно было быть как-нибудь. Да. Ну, в общем, всем привет с вами, как Никита уже сказал, подкаст Суровый веб, проект eWebDesign, выпуск номер 216 на часах 19 ноября. Точнее, уже 20-е. В ночь с 19-го на 20-е пишем. Время 25 минут первого. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. И мы хотим вам сказать, что скоро Новый год. И нам нужны какие-то подарки от вас. То есть вот мы как бы требуем подарков. И кто хочет нам что-то подарить, обязательно пишите на worksobakaewebizign.ru. Возможно, вы тот самый Дед Мороз, который хочет подарить какую-то новость слушателям. Возможно, принести какое-то что-то такое хорошее. Или, возможно, вы гринч, который хотите похитить. Похитить Рождество. Тоже напишите на worksobakaewebizign.ru. Мы рассмотрим любые варианты гринчества. Гриндиста, так скажем. И любые варианты рекламы, так сказать, вот я что-то громкое слово сказал, рекламы вашего Санта-Клауса. Обязательно worksobakaewebizign.ru. Прямо как в шлом прямолинейном подкасте, где мы говорили о том, что закажите просто у нас рекламу. Да. Пожалуйста. У меня здесь написано еще, а у меня здесь написано, то есть у меня есть некий скрипт, опять же, по которому мы пишем подкаст. У меня здесь написано еще некий reddit.com.r.webizign. Как об этом говорить и когда? Слушай, почему-то мне кажется, что мы не будем каждый раз это показывать и рассказывать, как в тот раз, как в 15-м выпуске, в 215-м. И как на отдельном ролике, который мы уже выложили наверняка на канал к тому времени, как вышел 216-й. Вот, поэтому просто напомним, что можете еще пройти к нам на reddit, у нас там топ-сообщество, и там нам предлагать темки. Все, здесь на экране всплывает адрес. А для слушателей просто нырните в описание, там тоже он есть. Конечно, конечно. У нас все ссылки, как обычно, есть. Мы не ленимся их ставить, да, Саня? Нет, ссылки не ленюсь, нет. Тайм-коды ленюсь. Тайм-коды... Нужен человек, который будет тайм-коды отдельно писать. В принципе, нужен человек уже, да. Нужен человек. У Сережи Меденцева, у менеджера. Это действительно избавило бы нас от многих текущих вопросов, и в принципе бы зажили. Поэтому, чуваки, если кто-то хочет быть нашим менеджером, напишите нам на work.subakayuopdesign.ru. Сейчас прикинь, найдем какого-нибудь... Тима Кука? Ты имеешь в виду, найдем? Да, наоборот. Тима Кука какой-нибудь найдем, ну да чё? Согласен, да, да. Ну что с ним взять? Ну чё он? Сделай нам просто великую компанию, корпорацию. Монстр. Согласен. Вот поэтому, да, пишите нам на work.subakayuopdesign.ru. Мы начинаем. Первая тема, самая. Кстати, про Тим Кука. Кстати, про Тим Кука. Первая тема. Наконец-то анонсирован 16-дюймовый MacBook Pro. Анонсирован в России, а во всех нормальных странах уже продается. Уже дают. У нас пока не дают. У нас пока еще предзаказы. Вот. Ну мы просто копим пока, чтобы... Там типа для России позже, чтобы деньги накопили. Ну да, да. Там лаг какой-то такой сделали. Просто, знаешь, я бы это назвал именно жалость-лаг. Ну то есть из жалости. Просто сразу такое на нас опрокидывать, это страшно, поэтому... Ну лайк третьего мира, я бы его назвал. Остроумно, да, это хорошо. Смотри, что у нас здесь? У нас здесь то, о чем мы давно говорили, мы с тобой, в общем, предрекали. Были служки, всякие служки о том, что... Запашок. ...вызвучатся на 16-дюймовые прошки, да. Все думали, что это будет, ну как бы отдельная какая-то линейка, типа MacBook Pro Pro. Вот, оказывается, нет, просто пятнашки теперь заменили на шестнашки. И пятнашки теперь официально на Apple.com отсутствуют. Все. То есть их сразу списали в утиль. По-моему. Вот, да. И вот мне интересно, Никита, как по-твоему, что нашим... Вообще, что обычным зрителям, слушателям самое интересное вот в новых макбуках вообще? Киллер фичи или все-таки цена? Я тебе два варианта предложил. Давай сразу, давай с цены, потому что все сначала начинают говорить, вот слушай, там макбуки, там... Давай сразу скажем, сколько в России будет стоить? Вот сколько, чтобы мы понимали. Вот мы сейчас говорим о чем-то очень дорогом и недоступном. Или что-то вот нормально такое. Или на завтраке можно накопить. Я понимаю, да. Давай. Ну смотри. Раньше пятнашки стартовали, напомню, с 169 косарей. Это самое, без этого, без радио и без, значит, подогрева сидений. Да, и без кожаного салона. Ну вот. Так. Ну и заканчивались там дальше в гору до 400, наверное. 300 точно какие-то стоили. Ну так вот, сейчас шестнашки стартуют с 199. То есть вход, порог входа ценовой увеличился. Вот. То есть 200 тысяч. 200 тысяч надо человеку, чтобы купить 16 дюймов. Да. Макбук. Рублей. Да, до конца. До конца. До конца, ну да, да, рублей. Вот. В чем суть? Суть в том, что две базовые модели. Первая с шестиядерным, вторая с восьмиядерным процессом. Вот. Там, где шестиядерный, там SSD-шка на 512. Там, где восьмиядерный, там на терабайт сразу SSD-шку дают. Там, где шестиядерный, там AMD Radeon Pro 5300. Там, где восьмиядерный AMD Radeon Pro 5500. И там, и там 4 гига видеопамяти, и там, и там 16 гигов оперативной памяти. Видеопамять DDR6. Это новая, которая с HBM2 конкурирует, так скажем. Вот. То есть в этом отношении у них соответствие. У стартовых моделей. И что вообще? Вот восьмиядерные процессы, они и до этого в пятнашках были. Да, видеокарты здесь до 100% более крутые, чем на предыдущих ноутбуках. Мне просто... Я с тобой в подкасте мы это обсуждали? Или просто? Я не помню. Когда на полном серьезе люди в собредите AirApple, или там AirMacBook, я не помню. В каком-то из них, короче говоря, обсуждали. Вау, чуваки, у меня Fortnite работает 40 кадров в секунду. На пятнашке. Да, да, да. На пятнашке. Которая стоит там 280 косарей. Radeon Vega, типа там супер для про-людей. Fortnite 40 кадров в секунду. Ты просто какой-то... Причем кайфовали от этого. А, причем это... Fortnite не самая-то графика. Вот в том-то и дело. Там Unreal Engine, который, в общем, достаточно оптимизированное дерьмо. Да, конечно. Да еще и там не то, чтобы много детализации. То есть, ну что там? То есть, это смешно 40 кадров выдавать на том девайсе, который стоит на диких бабок. Ну да, вот здесь предположительно 80 кадров в секунду будет. И как бы уже... Вроде уже тот девайс. Уже вроде можно брать, да. Вот. Ну и, конечно, видеопамять, то, что DDR6, она чуть-чуть побыстрее. Ворочается. Если мы говорим именно о работе в каких-то графических редакторах, это будет чувствоваться. И здесь мы вплотную подходим к тому, что вот те люди, которые облизывают Apple, как вот, например, мы сегодня с тобой смотрели ролик на канале Велсаком. Там не сам Велсаком рассказывает, а именно молодой Велсаком. Худой Велсаком. Молодой худой Велсаком, да. Он именно защищал, что да это вот для профессионалов. Это просто рабочая машина. Как рабочесть мешает быть, так скажем, универсальной машиной, тут вот вопрос, конечно. То есть, если мы возьмем какую-нибудь 1080 видеокарту или там 2070, например, она, я уверен, в равной степени и рабочая, и игровая, например. То есть, там нет таких никаких дилемм и проблем. А здесь вот эта рабочая машинка, как бы, ну окей. Рабочая машинка так рабочая. Я как бы уговорили, что называется. Какая-то сильно дорогая. Он еще говорит, это тот ноутбук, который люди берут, чтобы зарабатывать на нем деньги. Да. Офигенная вообще просто легенда, так скажем. Ну, то есть, я понимаю, я тоже зарабатываю на этой штуке деньги, но мне кажется... Но ты бы мог зарабатывать на другой штуке деньги. Да, мне кажется, наступит та грань, когда они будут просить слишком много денег, что уже, ну вот столько уже не заработать на этой штуке, сколько за нее просят, поэтому... А вот смотри, смотри, я как раз хотел, пока мы про деньги, потому что сейчас, может быть, мы скатимся в железо немножко, но пока про деньги. Смотри, представь себе, давай смоделируем ситуацию. Ой, это я люблю. Так, на нем здесь можно будет моделировать легко, кстати. Да, на нем легко. Допустим, я человек, который работает... Допустим, я живу там... Я не знаю, я не москвич, я такой петербуржец. И, ну, то есть, я... Обидно было, но ладно. В смысле, я имею в виду, у меня зарплата еще не московская, вроде как, ну, допустим, у меня зарплата 100 тысяч рублей. Так. Около 100 тысяч рублей. Плюс-минус, 120, 80 тысяч рублей, ну, что-то такое. Даже, да ладно, даже я челябинец, да? Или даже я москвич, хорошо? Я думаю, у москвичей тоже это зарплата, такая бывает. Ну, согласись, бывает сотка у москвичей. Чтобы ты понимал, официальная статистика средней зарплаты в Москве 60. Так что да, видимо, сотка тоже бывает. Ну, хорошо, да. Сотка – это такой, ну, хороший, допустим, нормальный такой... Я дизайнер, там, или я программист. Но если я программист, я уже не такой крутой, но дизайнер. Я нормальный дизайнер, хороший. Нормальный дизайнер, так себе программист. Так, продолжай. Да, сотка у меня. Сотка у меня зарплата. На самом деле, я не хочу никого обидеть, потому что бывают зарплаты и 30 тысяч, и 25 тысяч. Я имею в виду, короче, допустим, что я могу задуматься еще о макбуке. Когда у тебя 25 тысяч, ты не будешь задумываться о макбуке? Хрен с ним, да насрать на него. Это не то, о чем надо задумываться, когда у тебя, ну, типа, ты реально не можешь себе позволить макбук. Допустим, я могу себе теоретически позволить макбук, у меня сотка. Но что я дальше должен делать? У меня есть сотка, но мне надо, во-первых, там, жить, кушать. У меня там есть женщина, например, или у меня есть мужчина, неважно, с какого мы пола говорим. Вот. Мне нужно тратить бабки, да, и вот. И я как мне купить макбук? Вот у меня 100 тысяч в месяц. Что мне сделать? Просто не жрать, откладывать, там, не знаю, 2 месяца вообще ничего не делать и говорить, дорогая, ты за меня платишь теперь. А ты вот, в эти 2 месяца я коплю на макбук, эти 2 месяца я лох, чмо. Или мне надо взять в рассрочку, или, ну, погрязнуть в кредитах. Я же уже до этого взял 3 ипотеки, там, я не знаю. Вот, то есть, мне интересно. Мне интересно, как бы вот человек с такой зарплатой мог позволить себе ноутбук? Ну, смотри, во-первых, взять в рассрочку, ну, то есть, читай в кредит, это очень популярная модель для покупок макбуков. То есть, вот даже у нас в чатике я много у кого спрашивал, и у них они в рассрочках были. То есть, это вообще нихрена не новость. Брать абсолютно в ресторе, прям, ну, это форсится, прям на сайте, что, окей, друг, бери в рассрочку, там, типа, бери только сейчас, как бы, и так далее. То есть, это, в общем... Ну, подожди, хорошо, а то есть, я могу пойти таким же путем, если я получаю 50 тысяч, правильно, зарплату? Ну, блин, понятно, просто есть такое какое-то правило, что общее твое кредитное бремя не должно превышать 20% твоего заработка. То есть, если у тебя зарплата 100, ты не должен брать кредитов больше, чем 20 в месяц по платежам. Иначе это начнет уже давить. Ну, в смысле, это... Я понимаю, что кто-то, наверное, и 80 берет, когда у него зарплата 100. То есть, 80% это твой кредит. Это, в смысле, это не законом писано, это просто... Нет, это не законом, это просто, ну, мужики говорят в пивных, вот такая вот есть цифра. Вот за 20, когда выходишь процентов, уже начинает гнести. Начинаешь засыпать, что вот прям, блин, плохо, кредиты, платежи. Ты помнишь прям, после 20, когда процентов, ты помнишь реально дату своего платежа следующего. И судорожно до этой даты как-то там живешь, ждешь, откладываешь, реально там сильно не ешь до нее. Там только после нее начинаешь чуть-чуть лист, как бы, ну, вот что-то такое. Я не могу на себе это испытывать. Ну, так как могу, у меня сейчас тоже два кредита, один из них ипотечный. Вот. И... Ты как спишь, кстати? Пока нормально, пока хорошо. Как раз вот на новом матрасе, который в кредите, понимаешь? То есть, у тебя похоже 20% все-таки. У меня сильно меньше 20%, если суммировать. Ну, давай сейчас попробуем. Где-то... Ну, процентов 7, наверное, 6. Ага, то есть ты, у тебя даже квартира, все влазит в 7%? Да, конечно. Ты что, у меня платеж по квартире 8700. То есть, это прям... Ну, да, у тебя там зарплата-то как бы не московская, так сказать. Во-первых, это. Во-вторых, у меня... Ну, я сейчас просто даже и посчитаю. Мне теперь стало интересно. 13300 мое кредитное бремя в месяц составляет. Ну, это же по-божески. Это же просто... Ну, это один раз в кальянной посидеть с друзьями. Ну, вот, да. Так. Блин, я разучился, как считать-то, сколько процентов составляет. Ну, неважно. Просто, если ты скажешь, сколько процентов, будет по дудю понятно, сколько ты зарабатываешь. Ну, понятно. Короче, немного. Ну, для тебя это, в общем, косущие копейки. На самом деле, даже если бы ты зарабатывал... Представь себе, ты... У тебя нет... Там, ты один живешь, и у тебя 30 тысяч зарплаты рублей. Тут даже... Даже так, для тебя тринажка, это еще не смерть с косой. Ну, нет, не смерть. Я знаю людей лично просто, которые... У которых кредитное бремя составляет 80%. Их заработка, и вот это уже прям плохо. Ну, да. Давай вернемся к макбукам все-таки. Да. Короче... Это первый вариант. Взять в рассрочку. Второй вариант. Ну, как бы... Ты понимаешь, что тебе нужен новый компьютер. Например, вот я понимаю. Пять лет я уже вот на вот этой ласточке работаю. Похлопывайте. Поглаживайте. Сорванце. Кстати, я как раз сейчас им поглаживал, да. Но это не сорванце. Так вот. И я понимаю, в общем, что нужно уже менять. И можно просто начать реально откладывать. То есть тебе никто не мешает начать откладывать по 10 тысяч рублей в месяц. И за год ты там отложишь 120. Ну, а через год это будет актуально? То есть вот я... Допустим, я год откладывал. Реально. Вот без пиков. Даже вот ничего такого. Просто год откладывал по десятке. Ну. Через год. Как этот ноутбук? Он, ну, будет еще нормально? Он объективно его переиздадут через год. Сто пуду, а через год выйдут новые шестнашки. То есть он станет дешевле? Да дело даже не в этом. Дело просто в том, что через год ты просто возьмешь не этот, а другой, который будут давать за 200. То есть, условно говоря, ты копить мог не сейчас начать. Ты просто понимаешь, что у тебя компьютер, ну, начинает уже плохо работать. Тебе нужен новый, и ты где-нибудь вот в 18-м году это понимаешь, начинаешь копить. И ждешь, ну, вот как это происходит, например, со мной. И ждешь того самого. Того, на который тебя предъявили. Я тебе так скажу. Это же надо не русский менталитет иметь. То есть вот ты сейчас за это говоришь. Это же надо быть не русским человеком. Потому что... Ты представляешь, хочется же сразу купить. Вот хочется уже обладать. Вот она вышла, шестнашка. Как ты будешь ждать год? Ты же перегоришь, во-первых. Ты купишь себе телевизор. Надо просто знать, что ты покупаешь себе... Тебе нужен ноутбук. И ты просто, ну, как данность, берешь и копишь деньги. Как Санек на квартиру копит. Он же не ждет... Он сейчас не смотрит рынок жилья, чтобы у него не было... Да, может, и смотрит. Ну, может, и смотрит, неважно. Но это, в общем, не имеет особого смысла. Что прям смотреть сейчас и выбирать... И прям идти ходить, смотреть квартиру. И когда говорят, ну, типа, что, как будем торговать? Ну, у меня как бы сейчас 60 тысяч, в общем. Поэтому вот эти 4 миллиона я не могу пока... Остальные 4 миллиона не могу заплатить, да? Вот, да. За вашу лендро. Это как бы нелепо будет. Поэтому, разумеется, ты как бы... Просто они у тебя на ляжке лежат. Ты их копишь. И в какой-то момент вот выходит какой-то новый анонс, новый ноутбук. И ты понимаешь, вот, это он. С последней зарплаты я остаток докидываю. Или там с последних двух зарплат. Или там беру взаймы у друга. Там на 3 месяца я верну ему беспроцентно там эти еще 50 тысяч или 60. Допинываешь их до стоимости, идешь за налик покупаешь его и все. Здесь просто ключевое, ключевое вообще разница в том, покупать в рассрочку или нет, это в том, какая тебе нужна комплектация. Вот. В рассрочку дадут только в ресторе. А в ресторе есть только две базовые комплектации. Шестиядерный за 200 и восьмиядерный за 233. Так. Вот. А если ты хочешь вдруг в какой-то из них докинуть оперативки по дефолту, и там, и там 16, докидывать можно до 64. Это только на Apple.com. То есть все кастомные конфигурации только на Apple.com. На Apple.com нет никаких рассрочек. Ну да. Это уже, да. Ты тут уже у Тим Кука не сможешь рассрочку взять. Вот именно. Соответственно, этот вариант тебе автоматически не подходит. И ты вынужден либо занять взаймы, либо просто пойти в банк взять потребительский кредит, либо там, я не знаю, что сделать, банка грабить и пойти и купить. То есть все, других вариантов нет. Ты не можешь взять в рассрочку на Apple.com. Поэтому ответ на твой вопрос, как купить, развеивается в тот момент, когда ты понимаешь, нужна тебе кастомная какая-то модификация или нет. Ну, опять же, давай просто скажем, что если реально не по карману, мне кажется, не стоит это делать. То есть есть люди, которые все еще думают, ну вот сейчас ты все-таки на... Мне кажется, если не по карману, надо забыть про это. Это сугубо такая хреновина, которая не обязательно по жизни, я считаю. То есть мне кажется, если ты уже не можешь, ну лучше не мочь, чем, короче, купить, а потом, оказывается, надо зубы лечить, оказывается, надо ребенку там покупать какую-нибудь подгузнику. Ну вот это... Такие проблемы лучше пусть будут бабки на это, чем, короче, ты будешь с макбуком при этом, при всем лежать с обосранным ребенком и без зубов. Я с тобой согласен. Нужно быть честным самим с собой и, ну как бы, жить посредством. Мы здесь, в нашем подкасте пропагандируем жизнь посредством. Если вы берете рассрочку, и она составляет больше 20% вашего заработка, не берите рассрочку, не надо этого делать. Если вы занимаете у пятерых друзей на макбук, скорее всего, тоже вам, ну не надо его покупать, это плохо будет, поэтому, чуваки, думайте об этом, прежде чем такие совершать действия. Мувы. Да, а теперь будем к железу непосредственно переходить. Процы классные, офигенные вообще, то есть это реально прям топ. Я ж... Ну хотя, опять же, в пятнашках в предыдущих тоже были уже восьмиядерки, восьмиядерные i9, вот, поэтому в данном случае как бы просто чуть более новые восьмиядерные i9, там, то ли на 2 мегабайта, то ли на 4 больше кэша, вот, и это, ну, это классно. То есть это просто, ну, это реально самый актуальный и классный на данный момент процессор. Окей. Первое, что бросилось всем в глаза, и почему, собственно, базовая стоимость увеличилась, потому что на 512 SSD теперь минимальная. Вот. То есть SSD-шки достаточно дорогие, они здесь распаяны прямо на платье, поэтому они достаточно дорогие. И поэтому теперь 200 тысяч минимум, а не 170. Как минимум за то, что плюс 250 гигов SSD-шки. Кроме всех прочих, так скажем, изменений и того, что 16 гигов оперы, хотя, по-моему, в пятнашках всегда было минимум 16 гигов оперы, здесь я врать не буду, не готов ответить просто, но то, что 512 SSD-шки теперь дефолтные, это прям у всех майндблойинг случился, потому что объективно не с 500-дюймовой уже душновато становится. Да, 256 дефолтная была в i7, в i7-й пятнашке предыдущей. Поэтому это да, это круто. Второе, от чего все вздохнули, это новая клавиатура, точнее новая старая клавиатура. Именно ножницы вместо бабочки. У них теперь увеличенный ход, но то есть предыдущая реально была плюс-минус сенсорная. То есть ты настолько не замечал, как ты жмешь. То есть ты практически нажимаешь, и у тебя не всегда даже мозг понимал, что нажатие было произведено, а буква уже была написана. И я сейчас не беру те случаи, когда залипали клавиши. Я имею в виду, даже когда оно работает как должно, ход был просто катастрофически маленький. Теперь, конечно, ход будет побольше. Вернули физический эскейп. Эскейп тоже всем нравится, потому что эскейп это то, что ты жмешь либо безымянным, либо мизинцем, прям боковым таким. И разумеется, ты это делаешь не глядя. И по тачпаду, по вот этому сенсорному супер OLED дисплейчику узенькому, не всегда попадал в эскейп. И по-моему, не во всех апках он был. Это уже тоже, я не знаю, я по тачбар сам не использовал никогда. Только брал попользоваться, но вот так, чтобы он дейли бейсис. Вот такого не было. Я не знаю, промахиваешься ты по нему или нет обычно. Но вот, в общем, теперь он физически, видимо, все-таки промахиваешься. Вот. Touch ID теперь тоже не просто кусок глянцевого этого пластика, а отдельно именно суперклавиши, которые ты трогаешь, как бы она шершавая, и да. То есть есть в этом какая-то штука. Ну, плюс сам экран. То есть сам экран больше, ярче. 500 нит. Предыдущий был, по-моему, 450 нит. Ну, то есть понятно, что на полной яркости особо никогда не включаешь, только если ты против солнца сидишь. Точнее, не против солнца, а за тобой солнце. Вот. Но, в общем и в целом, все равно приятное, так скажем, дополнение. Почему бы и нет. Вот. Что касается видеокарты, пока не попробуешь, не поймешь. То есть вот по маркетологическим каким-то заявлениям до 100% больше производительность. А у какой против какой, тут как бы уже вот, ну, не указано. То есть, ну, типа более лучшая видеокарта. Ну, окей. Более лучшая и более лучшая. С этим как бы нет никаких этих... Ты спросишь... А, ну здесь опять же новая система колонок. Шесть колонок, из них два сабвуфера, лучшие микрофоны. То есть, типа топовый звук. Нужен ли он в ноутбуке? Ну, ответь мне ты вот. Нужен в ноутбуке вообще звук хороший? Или это как бы... Какой сценарий использования, когда ты в ноутбуке в колонке, так скажем, что-то слушаешь или включаешь? Ну, слушаешь, это в принципе нормальная тема. Мне кажется, что можно так просто включать в колонке музыку. В офисе не знаю, но если ты чисто дома обалдеешь, работаешь, мне кажется, можно. Чтобы дополнительно ничего там не включать еще. Включил, и прикольно. А по поводу того, что микрофоны суперклассные, ну, это тебе пригодится, допустим, не знаю, на созвонах. Если у тебя есть какие-то митинги удаленные, то ты можешь там нормально сидеть. Но, с другой стороны, все в наушниках сидят. Просто в наушниках, опять же, чтобы звук не задваивался, иначе они себя будут слышать. И тебе уже просто будут говорить, чувак, ты серьезно, что ли? Да, тут я не знаю. В общем, в этом плане, не знаю, не уверен, что там какие-то нужны супермикрофоны, но вроде как раз Apple, раз суперкачество, то вот, пожалуйста. Ну, я вот иногда, если вдруг, вдруг я один дома нахожусь, смотрю YouTube-чик, да, действительно, я его просто в колонке включаю, не в наушники. Просто, во-первых, чтобы уши отдыхали от наушников, а во-вторых, не знаю почему. Просто, чтобы уши отдыхали от наушников. Да и просто вокруг все слышать. Да, ну, как-то это да. Сквозь обычные AirPods и так все вокруг слышно, вообще, плюс-минус. Опять же, мы же говорим об роликах условного дудя, а не о музыке. Сквозь него легко будет слышно, что вокруг. То есть, это ладно, когда музыка все заглушает, там понятно. А так, в общем, в целом. Итак, слушай, а микрофоны, вот да, здесь как бы говорит само за себя. То, что люди будут слышать сами себя, поэтому... А писать подкаст все равно на макбучный микрофон, ну, не знаю. По-моему, звук говно. Особенно с нашими супер искушенными слушателями и зрителями. Ну, нет. Вряд ли. Это как-то лишнее. Ты спросишь, почему именно вот этот, ну, как бы, я же тебе писал, что, а, наконец-то, тот самый макбук, что, типа, именно вот этот я бы взял. Я долго, я год, наверное, уже думаю и мнусь, типа, какой бы взять, потому что, вот, ну, вроде надо менять, а вроде бы еще вот не динь-динь. Ну, во-первых, клавиатура, то есть, я действительно ждал, когда они вернутся к дефолтной клавиатуре. В этом отношении мне даже не придется привыкать, потому что они стрелочки опять вернули, сделали такие, как были на ретинах 14-15-го года, где они именно супермаленькие такие клавиши, и они в форме буковки Т. Потому что, если ты посмотришь, то сейчас они именно сделали стрелочку, ну, не сейчас, а вот на предыдущих буках, на предыдущих клавиатурах, которые именно бабочки, там стрелочка влево и вправо, оно большая, полноформатная, квадратная клавиша, а вверх-вниз они как бы половинчатые. А тут опять сделали все половинчатые. Вот. Мне это нравится. То есть, мне даже вообще не придется переучиваться. У меня будет как будто бы, вот, ну, мой ноутбук просто новый, большой и классный. И с тачбаром. Ну, да. Да. Поэтому, вот, первое, это клавиатура. Второе, это то, что чуть-чуть получше видеокарты, чем там. Потому что там, ну, реально, с такими произведениями, о которых я читал, мне просто рука бы не поднялась потратить 200 тысяч на говно, в котором... Я бы не играл в Fortnite. Просто я могу себе понять, транспланировать, что в Photoshop тоже бы он, скорее всего, не показывал их там. Ну, да. Если бы я какой-нибудь макет 8K, разрешение начинал там скейлить, масштабировать и что-то еще, он бы все равно это лесенкой делал, коряво, вот. А тут есть хотя бы надежда, что, ну, как-то он получше будет. Вот. Поэтому я действительно... Ну, ты, в общем, смотришь на него, да? Я на него смотрю, и чтобы ты понимал, сейчас вот какой следующий шаг. Я жду, когда покажут, сколько будут дополнительных тысяч рублей стоить допинать оперативку с 16 до 32. Угу. Вот. И в зависимости от этого будет понятно, придется мне брать в рассрочку или не в рассрочку, потому что, опять же, из-за того, что допинывать только на Apple.com, а там нет рассрочки. Ну, да. Если там посильных денег будет стоить докинуть 16 гигов оперативки, если это не плюс 100 тысяч еще будет, вот, то я буду как бы думать. А если плюс 100 тысяч, то я не думаю, просто возьму 16 гигов, ну, естественно, восьмиядерный. Не шестиядерный, а восьмиядерный. Вот. И как бы буду таков. Поэтому посмотрим. В общем, я пристально смотрю и жду, что скажут по поводу этого вот на Apple.com. Пока что там написано просто дата выхода неизвестна. Вот, типа такого что-то написано. Нормально. Нормально. Мне нравится. Ну, вообще много кто... А, во-первых, можно допинывать, кроме того, что оперативку до 64 гигов, можно будет SSD-шку до восьми териков допинывать. Вот. И в видяхе можно будет с шести гигов видеопамяти, точнее, с четырех до восьми допинывать. Вот такие варианты кастомизации. Вот. Ну, а потом уже скажу какой-то фидбэк. Потому что для меня это будет первый новый вот этот MacBook с Type-C-шными портами Thunderbolt-ными, с Touch Bar. То есть потом будет большой такой фидбэк по переходу именно на MacBook'и, которые пост-пост-пятнадцатого года, который начинает с шестнадцатого были. Вот. И Touch ID тоже у меня никогда не было на MacBook'е. Там будет такой комплексный фидбэк от меня. И он будет, наверное, ну, такой интересный. Может быть, я даже какой-то отдельный ролик про это сниму, потому что, ну, там, очевидно, там будет много каких-то эмоций. Вот. Ну, и плюс там же Apple TV Plus в комплекте на год дадут. Который в России там работает нормально. Который только с субтитрами в России. У меня батя до сих пор сокрушается. А я, говорит, пробую, я не могу смотреть с субтитрами, я отвлекаюсь от самого кино, и мне уже неинтересно. Ну, то есть, он именно, если читать субтитры, то ты уже теряешь немножечко... То не смотришь уже кино сам. Да, 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 да. И он честно именно пытается, но не может, и как бы это смешно, конечно, звучит, но вот, да. Ну, хорошо. Ты в любом случае расскажешь, если будешь брать новый ноутбук, поэтому мы узнаем. Мы узнаем это первыми. Кстати, я вот смотрел именно ролики First Hands, вот, кроме Вилсакома, вот, и там, кстати, вот Вилсакома бы поучиться, там люди берут, ставят рядом пятнашку и шестнашку, и наглядно показывают, что изменилось. Я тебе честно скажу, я думал, что такое и будет, но не было. Я думал, это же гениально и просто, но видимо, видимо, это был только анбоксинг типа. Ну, то есть, первое впечатление, может быть, более подробный обзор уже сам Вилсаком запишет. Он будет на крутую какую-то модель обрезревать, как я понял, сам. Но опять же, не факт, что он поставит рядом. То есть, ну, вот если он нас слушает или кто-то из его свиты слушает, вот, то поставьте рядом, чуваки, там прям видно, что рамки уже стали, например. То есть, шестнашка на самом деле не совсем даже сильно габаритнее, чем пятнашка. Например, по горизонтали она даже уже. Она чуть-чуть выше, чем пятнашка, но она уже, потому что рамки, вот эти вертикальные рамки именно уже сильны. И, соответственно, ну, это просто прикольно. Рядом оно прям видно, что клавиатура другая, что она более выпуклая. То есть, как-то мне понравилось, когда рядом поставили, это прям стало так наглядно и классно, что окей. Так что, вот так. Кстати, официально с декабря наконец-то шипят новые Mac Pro, которые как терки, и новые Apple Pro Display XDR. Это будем брать. Конечно. Это вообще без разговоров. Это я даже не говорю. На это отложено уже давно. Это я уже лям. У меня лям лежит. Лепеха. Ну, там как раз и то тебе дозаймешь, да, у меня? Ну, я у тебя, ты же у тебя еще лям есть. Вот, я два ляма возьму и туда закину прям тимпуку. Вот, тимпуку. Ну, короче говоря, пишите в комментариях свое мнение. Можете даже написать 10 тысяч комментариев, типа, вы что за это говно 200 штук? Как так? Пишите. Вот. Кстати, Lenovo обходит любой Macbook вообще просто как стоячего. Ну, кстати, в данном случае я даже бы и согласился, потому что базовая цена, вот, которая вот у нас стоит 233, вот он в Америке стоит 2700 баксов. и это 170 штук рублей. То есть, за 170 прям вот реально, это прям за 170 это идеальный ноутбук вообще. Вот 170 это настолько охренительная для него цена, что вот если кто-то вот в отпуске был бы, я бы прям попросил. То есть, я бы тут, ну, это стоит того, скидка. Ну вот, но мы, блин, как обычно в наших реалиях, поэтому прекратите облизываться и идем дальше. Если хочешь быть таким же, как Саня Крутым, то заходи в чат t.me slash youbdesign. Это вообще наш канал, но в чат ты тоже можешь попасть. Посмотри на него, какой он крутой. Хочешь быть таким? Делать так же ногами и держаться так же руками? Посмотри, как он улыбается. Хочешь быть таким же счастливым? Заходи на t.me, сэшэп-дизайн. Ну да, а мы идем дальше и облизнемся на рендеры iPhone 12. Продолжаем про Apple. Здесь, на самом деле, не так уж много облизываться, потому что информации никакой практически, но слиты эти рендеры вроде как с Ming-Chi-Ko, собственно, с источника, который практически не ошибается. Да, да, это тоже чувак. Да, и рендеры выглядят как? То есть, это, как бы, во-первых, это SE некий, то есть, края теперь, как у SE, как вы любите, с рамкой, вот с этой вот любимой. Теперь четыре камеры сзади, что еще более киберпанково, и что еще более Сэм Фишер, и что еще более, может быть, нелепо для кого-то. Хотя, вот, четыре камеры, тем не менее, дополняет. Наконец-то полный квадрат заполнен камерами, и вот эта вот квадратная рамка, вот эта такая плоская, абсолютно, не скошенная. Мне, на самом деле, плоская, не скошенная интересно, потому что прикольно посмотреть на... Потому что, вот я, когда если снимаю, допустим, чехол со своей семерки, это, конечно, не одиннадцатый, но он настолько хрупкий, маленький, и прям страшно с ним жить, что я вообще не знаю, это какие-то нанотехнологии, вот, а это будет более топорный кирпич такой. С одной стороны, это вроде как и не, значит, не шаг вперед, раз топорный кирпич. С другой стороны, удобненько, прикольно. Вот, посмотрим, как это будет. Опять же, осталась хардварная вот эта вот челочка, она есть, ее нельзя выключать, включать, как у андроидов. И что мы еще здесь видим? Яблочко посередине так же осталась, как с прошлого айфона одиннадцатого. В принципе, все. Интересно, я скажу свое мнение, мне интересно, как это будет выглядеть. Я не уверен, что я опять же буду брать, но может быть, когда-то, может быть, когда-то и буду, потому что вроде как выглядит прикольно. Интересно попробовать. Не выглядит, как айфон 5, который у меня был до этого, потому что там-то была рамка не как в SE. Там была такая незаметная, незаметные края, она тоже была вот не скошенная, а просто прямая. Она просто в цвет была. Была в цвет, да, была в цвет. В SE, они, по-моему, ее сделали чуть-чуть, они, начиная с 5S, сделали серый космос более серым и менее космосом, поэтому там она стала более заметной, чем именно на пятерках. На пятерках она прям черная была, но она там именно стачивалась. Ну, у всех помнишь, боль ваше, там краска слазит и все такое. Вот они, начиная с 5S и в SE, они сделали ее более серой, но зато более прочной. Так что, да. Мне интересно, как ты вот смотришь на это. Слушай, у меня есть что сказать. Я, кстати, даже с батей уже эти рендеры успел обсудить по бреду. Вот. И ему, как и мне, разумеется, нравится. То есть, к вопросу о твоем, вот этом, буду ли я брать, они умудрились как-то так сделать, что вот у тебя семерка, у меня 7+, и ими настолько непротивно до сих пор пользоваться. Угу. Да. Я пользуюсь, я не чувствую вообще абсолютно никаких ужимок. То есть, у меня, мне реально кажется, у меня топовый телефон. То есть, мне все вообще устраивает. И если это будет продолжаться примерно так, то им придется что-то прям конкретное придумать. Но они сервисы продают, сервисы, понимаешь? Ты, да тем более что, они тебе продадут наушники, не переживай. Они найдут тебе что продать. А ты имеешь в виду, как вот сейчас AirPods Pro не работают с шестерками и с 6S-ками? Да? Да. И шумодав у них не работает. Еще чуть-чуть, и ничего не будет с семерками работать. Да, да, согласен. Наверное, они так задушат. Ну и я буду, мы вот в пришоу обсуждали, это же в пришоу, да, было, людей, которые до сих пор говорят, а вот мне вот SE, самый топ-телефон, форма лучшая, все лучшее как бы. Вот я таким чуваком просто стану и буду говорить, что вот, да 7 Plus это самый лучший телефон. Ну это легкий вариант, согласен, да. Короче говоря, скошенные, плоские края не скошенные, это офигенно. Я думаю, здесь они опять к этому еще и вернулись из-за того, что она же металлическая, и она будет опять как целая антенна, чтобы 5G какой-нибудь лучше ловил. То есть, ну, наверное, это тоже будет иметь какой-то смысл. И Wi-Fi 6 лучше, чтобы ловил. Вот. То, что 4 камеры меня никак не парят абсолютно насрать, хоть 10. Ну, то есть, согласен. Чуваки, это вот, ну, просто, это такая реальность теперь. Я уверен, уверен, в какой-то момент выпустят одну камеру, в которую именно вот все 4 условно всунут, и у нас опять будет по спирали, все будут гордиться, у кого телефон опять снова с одной камерой, а снимает так же классно, как с 4. тюрьмя. То есть, я уверен, что потом они опять, ну, это не будет всегда линейно, там, весь телефон из камер состоять, стопудово до этого не дойдет, стопудово не придумают, как это интегрировать в один модуль, и да. Вот, поэтому челка, то, что стало меньше, да и насрать на нее, она и в XS не сильно бесит, то есть, как-то, короче, прям вот, ну, вот эти прямые грани, это офигенно, все остальное, да и насрать. Просто это, в тот момент, когда придет время покупать новый телефон, нужно будет покупать самый актуальный, и все. Вот, вот это я могу сказать наверняка, если, ну, как бы, мое мнение, вы спрашиваете. Ну да, то есть, пока не меняешь телефон, нормально, как только меняешь, будешь брать топовый, естественно, типа. Ну, наверное, опять же, тот, на какой хватит денег максимально, то есть, я имею в виду, их опять же, их там будет, ну, как сейчас, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, то есть, вот, ну, кто объективно сможет себе позволить, возьмет Pro Max, кто не сможет, тот просто 11. А мне интересно, это, кстати, обычный будет, это будет, или Pro это будет? Ну, вроде как это обычный. Наверное, все-таки тоже Pro, потому что у Pro же 3 камеры, а тут 4. А, ну да, да, да. как-то, там, неужели они сразу в 12-м перепрыгнут с 2-х, в которые есть в 11-м, значит, да хотя хреново, господи, сервисы продают по тебе, придумай, сервисы как-нибудь сделают, чтобы, чтобы все хотели, все равно топовый, но кто-то зажмурился и покупал не топовый, не знаю. Конечно. Они все... Там в конце пишут, а когда SE безрамочный будет? Есть все-таки, есть люди, которые, для которых SE топовый телефон до сих пор. Ну, я верю, да, опять же, есть поклонники SE, такой клан SE. Вот. Давай пойдем дальше. Пойдем дальше. У нас про телефоны новая моторолока вышла. Именно моторолока, я буду ее называть. И это какой-то, как правильно написали в первом комментарии в статье, Cyberpunk 2004. Моторола представила смартфон-раскладушку Razer с гибким экраном за 1499 долларов. За 1500 баксов, короче. Почти 100 тысяч рублей, написано здесь, нам переводят. Значит, Моторола действительно, вот просто вот у нее экран есть, который гнущийся, он гнущийся, складывающийся, соответственно, как складушка, как раскладушка. Есть третий экран внешний, он просто для уведомлений, для, ну, не то, чтобы вы там можете с него прям, короче, полноразмерные приложения смотреть, запускать. Он просто, чтобы посмотреть уведомления, может быть, быстро ответить. Возможно. Я думаю, что там, не знаю, позволит Android такое сделать. Короче, Моторол уже на Android, правильно? Я просто не знаю, если честно. То, что мы видим, я вижу на картинке, это Android, да. Короче говоря, теперь это вот такая вот раскладушка, задорого, и с гнущимся экраном. Наконец-то гнущиеся экраны начали, начали делать, не только там один был, какой-то Galaxy Note, там Galaxy Fold, точнее, Folder, что-то такое. Нет, есть вот какие-то вот еще ребята, которые делают. Не знаю, есть ли поклонники Моторолы все еще. Но я боюсь, что если бы я был поклонником Моторолы, пришлось бы брать такой телефон, потому что если ты уже поклонник Моторолы, мне кажется, ты должен ходить с таким. Это must-have, да. Конечно. Я использую. Конечно. Must-have, Cyberpunk 2004. Тут в чем прикол? Во-первых, реально, как удивить человека? Вот ты достаешь свой телефон, а у тебя, блин, он гнущийся экран у него. Это, я считаю, сильнее вас производит впечатление, чем какой-то новый iPhone с четырьмя камерами. Или MacBook. По-моему, это вот, это идеальная вещь, чтобы выделяться. То есть, с iPhone вы не будете выделяться. Поверьте, мне вас еще и захает. Скажут, да вы, да ты козел, да ты просто, ты мажор, ты тупой, ты просто Apple, ты вот, что-то там кланяешься своим этим идолам непонятным, бабки тратить. А когда ты достанешь Motorola в приличном обществе? А? Это ты же будешь, ты будешь на конече-то. Ты будешь тот человек, на которого все будут смотреть и говорить, о, как, я вот, и все еще тебе будут говорить, да я вот тоже подумываю взять, там, вот так вот. Поэтому подумайте над приобретением Motorola за полторы тысячи долларов, хотел сказать, да и за полторы тысячи долларов можно тоже раскладушку взять, мотороловскую. Тоже нормально будет, короче, подумайте, подумайте. Тебя, Саня, вообще привлекают такие вот инновации, инновации, или Motorola? Была у тебя Motorola когда-нибудь? У меня была, мой первый телефон, это Motorola C200. Поэтому ты включил эту тему, я понял. Смешно, да нет, я включил, но мы как, мы не могли обойти этой стороной, мне кажется, мы же с тобой, те еще гики. А это хреновина, это прям обсуждалось широко, она на всех телеграм-каналах, типа там 2 час прошла и так далее, то есть это обсуждаемое дерьмо, это можно еще на обложку поставить, словить пару-тройку кликов лишних. Так вот, во-первых, ты не сказал про ретро-режим, который именно там, эмуляция реальной, Razer V3. То есть там типа кнопочки. На нижней части вашего смартфона будут кнопочки так называемые, имитированы. Естественно, это все будет просто воспроизводиться на экране, на дисплее, я бы сказал. Но, тем не менее, будет давать вам какой-то некий шарм, да тем более, ты представляешь, ты такое покажешь кому-нибудь, а? Это же вообще шоу. Это да, ты будешь просто главный, ты звезда вечеринок. Звезда вечеринок? 2004 года. Вот именно. Мне кажется, что на оригинальный Razer V3 тоже будет спрос теперь. А ты думаешь, они так у кого-нибудь в школе? Наверное, были, но я что-то уже не помню, если честно. Я не помню, не могу сказать, но Motorola были у людей, но не помню, какие конкретно. У очкиша была, и прям он гордился, и там, я тебе больше скажу, там камера даже была. Там, ну, говнокамера, наверное, 0.3 мегапикселя, или 1.3. Ты имеешь в виду, это как Nokia 3310 прорыв был в свое время, это Motorola. Да, да, их много прям было, с ними люди любили ходить, и, блин, ну, мне, ты, наверное, ожидал, что я скажу, да фу, какое-то говно, айфон 12 давай, заноси, и макбук 16, и мол, но я, нет, я как-то, мне даже заиграло в жопе какое-то там детство, и как-то я, мне кажется, это забавно, они молодцы, с точки зрения маркетологии, это очень прикольно они сделали, все теперь заново вспомнят вообще, что такое Motorola, а тут они еще и так выигрышно придумали, что, ну, как можно гнущийся экран использовать, мне кажется, прям у них хайпанет, много людей купят, и вспомнят вообще, что есть такая компания Motorola. Ну, справедливости ради надо сказать, что просто ее на российском рынке нет, они умышленно с него ушли, но в мире смартфоны на Motorola, на Android, они есть, существуют все в годы. Представляешь, как ты будешь выделяться? Ты представляешь, если сейчас еще и не купить его? Это же в России ты будешь вообще бог. Ну, согласен. Пол богом будешь. Я вот вижу, что у Велосокома вышел ролик про Asus, игровой планшет за 500 тысяч рублей, мне кажется, тебе надо посмотреть. Реально 500 тысяч рублей? Ну да. Я вот так тебе скину просто скрин, ты поржешь. Да я, в общем, уже зашел на... У меня же сейчас много мониторов. Ну да, ты можешь на 10-м мониторе. Дичь от Asus она написана, вообще дичь. Ну ладно. Интересно даже, что там? Я потом причащусь. Там сам он будет или нет? Видимо, да. И когда он на обложке, тогда он сам, да. Блин. Я заметил, что... я не могу... Господи, какое говно. Я когда вижу планшет с USB-шниками с боков, мне хочется просто славить дьявола, потому что, блин, ну... А ладно. Там я вижу, там три SSD-шки NVMe-шные в нем. Короче, Asus в своем репертуаре. Ну свое. Все запихнули, и ЛГБТ подсветку сверху. Все как надо, я понял. Я посмотрю. Как обычно, это именно инженеры соревнуются. Ты же знаешь, Asus любит соревноваться. Инженерная мысль. Мы же с тобой это ввели, по-моему, в нашем подкасте, что тут в Олимпийских играх соревнуются создатели допинга, вот так же в Asus соревнуются инженеры, на самом деле, потому что... Причем они сами с собой, просто Asus между Asus соревнуются, потому что другие, вообще никто это не делает, они просто между отделениями. А давай ты Alienware сделаешь, причем Alienware-то как раз не Asus. Это Дэл. А давай... Да, а давай ты Rock сделаешь вот круче, а давай ты Tosin. Не, я уверен, что с Alienware-ом они соревнуются, и теперь у Acer есть серия Predator, хищник. Вот с ними еще теперь. С ними, с ними, да. Ну, посмотрим, пусть соревнуются. Я посмотрю, мне даже интересно. Я как-то... Есть, раз уж мы про телефоны сказали, чуть-чуть отскочу в сторону, есть же ROG Phone. Есть, и он тоже в таких кейсах там. Он третий раз уже, по-моему, переизданный, уже ROG Phone 3. Вот. Я, блин, мне теперь, я вынужден буду после планшета посмотреть обзор ROG Phone 3, вообще, для чего это берут? Что там? Ну, то есть, разумеется, это Android, вот, но он же игровой, что в нем может более игрового быть, чем, например, в топовом Samsung. Там какие-то уникальные процы именно тут или... Ну, короче, потом расскажу, вдруг, может быть, в пришоу, если за неделю не забуду окончательно все вообще. Так что, да. Ну, ладно, давай тогда к дизлайкам в ВК. Да, кстати, вот тебе фавиконка vc.ru что напоминает издалека? Что-нибудь напоминает вообще? Вообще, вообще не могу сказать, что напоминает. А мне напоминает иконку WordPad. Не NotPad, а именно WordPad. Там именно тоже блокнотик. Листочек? Там блокнотик с пружиной и что-то красное там у него, то ли там нарисовано, просто, ну, короче, просто сейчас загугли иконку WordPad. WordPad. Прямо WordPad айкон. WordPad айкон. Именно старый, надо старый какой-то. Я понимаю, там не красная, там буковка А, она либо оранжевая, либо красная. Просто раньше она была именно красная, я пытаюсь сейчас олдскульный WordPad. Да я вижу, я вижу, что она была красная, здесь есть. А, ну вот. Вот, и я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это смешно. Смешно, что WordPad. Вот, вот, вот его запускать на, мне кажется, его надо на телефоне запускать. Короче, ладно, мы переходим дальше. Вконтакте добавят дизлайки к комментариям. Это важно, к комментариям. Я когда первый раз прочитал, просто Вконтакте добавят дизлайки, я думал, что к постам. Я думал, наконец-то можно будет удалить расширение ВК-опт, потому что единственное важное, что в нем осталось, это дизлайки. Ну да. Это шутка. Там много важного до сих пор, типа скачивания музыки из Вконтакте и так далее. Не, кстати, не работает уже давно, так что у тебя старая инфа. Ог, бумер. Работает, работает, потому что они, только он не в Chrome Store, а надо скачивать какой-то там секретный билд с их сайта. Ну, там может быть. Там может быть. А тогда их выпилили из Chrome Store, потому что, ну, пиратство, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так вот, но тут Вконтакте добавляют именно к комментариям дизлайки. Сразу вопрос появится в начале 2020 года, точнее не вопрос, а ответ на вопрос. Когда? Вот. Рассказали в этом на VK Content Day. Есть такая конференция. Не знаю где она, в Питере, наверное, проходит. Может и в Москве. Ну, короче, VK Content Day. Вот. И смешно то, что на примере именно поста Бузовой они решили об этом сказать. Видимо, это то место, где будет наибольшее количество дизлайков в комментариях. А это у самих ВК было? Ну да, конечно, это у самих ВК. То есть, они сами это так презентовали? это они так шутят. Может быть, она им денег давала, я не знаю. Но, в общем, из песни слов не выкинешь. Вот первый скриншот в новости, это именно на проекторе, то есть, ну, это официальный анонс такой был. Угу. Угу. Вот. Подожди, хорошо. А как работает? Рассказали именно принцип работы? Принцип работы в том, чтобы вместо того, чтобы сраться в комментариях и писать, да ты лох, прекрати комментировать, можно поставить дизлайк этому комментарию. Все, конец истории. Подожди, хорошо. Слушай, а по сортировке эти комментарии будут вниз уезжать или нет? Ну, вот дефолтная сортировка сначала новые, так что нет. Угу. А это, они будут складываться? То есть, дизлайки складываются с лайками или это разная валюта, так скажем? Ни хрена ты, вот мне, если на предыдущий вопрос я еще смог придумать тебе ответ, то на этот уже даже придумать не могу. Выглядит, вы, слушай, выглядит, выглядит, да? Как будто складывается, но две иконочки. Две иконочки, а если положительное число, значит, все-таки складывается, да, мне тоже так кажется. И видишь, в чем дело? Это пока просто анонс-анонсич. То есть, поскольку будет 2020, мы наверняка это обсудим, когда это введут еще раз. Я это просто сейчас, у нас, коль скоро у нас первый блок подкаста это новости. Угу. Кстати, добро пожаловать. Первый блок подкаста это обычно новости, если вдруг ты видел нарратив, которым я это все обычно преподношу, то первый блок почти всегда новости. я знаешь, что хочу еще сказать тебе про лайки и злайки? Что, мне кажется, это неправильно. Особенно для России. Надо было сделать, короче, сортировку по умолчанию самой залайканной, например. Хотя, это тоже бы срачи, наверное, добавляло. Я просто думаю. Это да, это было бы прям вообще дискриминация. Просто видишь, когда ты начинаешь давать дизлайки, то чуваков просто будут задизлайкивать. Хотя, что это дает с другой стороны? Это вообще ничего не изменит. То есть, ну, да. Это же ничего. А вот я подумал, вот представь, если был бы некий у тебя рейтинг, помнишь, как в старом, добром ВК, и дизлайки, они бы добавляли, минусили бы тебе рейтинг. И было бы, в игре, тварь было бы написано. Ужас, зло. Ну, это, в общем, бесплатные идеи для них. Но мне почему-то кажется, что интернет сейчас уже вышел вот из этой стадии, когда ужас, зло, тварь и красная репутация. Вот, поэтому... Ну, я так, я для 2004-го тебе говорю идеи. Мы же ок-бумеры достаточно, поэтому нам тут с тобой... Мы что, мы-то в булетенном, подавай и дай репутацию старую. Это правда. Я любитель тоже форумов, форумов, как вы уже выяснили из нашего микроролика про Reddit. Кстати, там, чтобы ты понимал, целый 12-минутный ролик получился. Нихайна себе. То есть, прям полноценный контент. Там есть, что посмотреть. Есть, что посмотреть. да, да, да. Короче, ждем дизлайки в комментариях, если в ВК еще кто-то вообще жив, остался. Я вот, у нас сотрудник работает в офисе, ему 18 лет, он сейчас на первом курсе в Челгу. Я его спрашиваю, Ваня, вот вы говорили вообще, ваше поколение нынче, где общаетесь? Во-первых, Окбумер мне сразу сказал, во-вторых, он сказал, что ВК. Ага. Вот. И я просто, видимо, все-таки там всегда будет вот эта школьная универска аудитория какая-то. Я, кстати, пытаюсь понять, почему. Пытаюсь понять, почему. Вот именно вот реально, типа, потому что, может быть, там типа, как-то диалоги создавать прикольнее, чем именно конфы. То есть конфу можно в телеге создать, но почему она будет стопудово прикольнее. Просто мне кажется, кажется, что всякие паблики факультетов и кафедр уже есть в ВК. Там уже сидят секретари, которые, вот, ну, еще первая гвардия ВК. они там заполняют расписание, пишут, что таких-то парнях Возможно, они опираются все еще на старье, потому что вот так. Просто они так работают исторически, так как есть люди, которые в седьмой одинэске до сих пор работают, как бы, и да. Вот они до сих пор работают в ВК, и студенты вынуждены, так скажем, ну, там чекать новости, и, ну, им, наверное, удобно сразу же там и общение осуществлять. Да, да, ну, в общем, то есть они все еще живы и живее всех живых, скажем так. Хотя я вот что-то недавно видел статистику по мессенджерам, и там, знаешь, типа было условно московский регион, это WhatsApp. Ну, мы WhatsApp, там тоже, то есть почему-то WhatsApp-ом люди еще пользуются. Это еще... Это, ну, ты же помнишь, мы с тобой, когда сравнение было мессенджеров, двести, так, полторы тысячи, полторы тысячи миллионов, то есть полтора миллиарда юзеров у WhatsApp-а и двести миллионов у Телеги, а у Viber-а 250, даже у Viber-а больше, чем у Телеги, а ты говоришь в WhatsApp. Ну да, согласен, смешно все. Телега пока еще не вездесущая, несмотря на то, что мы как бы в ней проросли, я вообще, ну, я не понимаю, как можно там не быть, так скажем, то есть все новости уже там, то есть все каналы в Телеге, даже условный Соловьев, он там пишет первое мнение, первее, чем оно у него на передаче там вечером появится. То есть Телеграм это уже реальность и как бы тут, ну, даже Varlama тоже уже в Телеге, то есть у него есть именно свой канал, там, Лебедич, ну, у Varlama всего 14 тысяч, в отличие от Лебедича, у которого 200. Вот, но как бы, да, то есть все уже там, но вот не все, оказывается. Да. Так что да, ладно, от дизлайков к Mozilla. Mozilla. Mozilla запретит всплывающие запросы о веб-пушах от сайтов Firefox в 2020 году. Наверняка всех задолбало вот то, что ты заходишь на сайт и так увидишь. может разрешить уведомление с этого сайта, а? Плиз. И, оказывается, Mozilla провели статистику по своему браузеру, по крайней мере, что из там миллиарда таких ушей, условно говоря, 1,45 миллиарда запросов, вот которые вообще всплыли, было принято только 23 миллиона. 23 миллиона. Примерно в 500 миллионов случаев пользователи нажимали на кнопку не сейчас. Ну и остальные, соответственно, закрывали, получается. То есть там есть стрелочка закрыть есть, этот крестик, есть не сейчас, а есть разрешить. И, соответственно, что нам это говорит? О том, что это вообще, эти пуши, они не работают. Вот просто не работают. Что делает Mozilla? Наверняка, на самом деле, в хроме подтянутся, потому что это, ну, это просто логично. Хотя мы посмотрим еще. Но Mozilla просто будет скрывать, показывать маленькую иконочку, что на этом сайте есть пуш вам, если что. Можете его раскрыть сами и нажать на разрешить или запретить. Вы уже сами вольны это делать, но вам это просто мешать не будет. Вот такая незамысловатая тема. Я от себя сразу скажу, что меня тоже бесит, честно скажу. Вот какие-то сайты, причем это в основном непроверенные вещи всякие. Там ты заходишь, ты никогда на этом сайте не бываешь, первый и последний раз, и ты точно не будешь разрешать ему уведомления. Я вообще не использую, если честно, уведомления, если уж изначально возьмем, не использую уведомления от сайтов. Вот так. Я, возможно, ок-бумер, но я знаю, кому приходят, валятся там постоянно с медузы. Вот я помню, чуваки на работе у них прям хреначит там все. И ты, особенно когда чувак показывает презентацию, а у него прям всплывает, что там очередной Путин, 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 Путин. Классика, классика. Да-да-да-да. Да-да-да, вот это классика. Я так не делал. Вообще, зачем мне это знать, что там что-то приходит? Если мне надо, я подписываюсь там же, где мне надо, где я смотрю стопудово, проверяю в тот момент, когда мне надо. Мне эти всплывающие... То есть я не хочу переключать контекст, во-первых, сразу. Я пришел пуш, значит, ты что, должен открыть и читать новости? Ну, это типа тупо. Короче, это все как-то странно, поэтому я этот, естественно, не использую, тоже везде не разрешить, не разрешить. У меня там, можно, наверное, открыть список заблокированного этого дерьма, и там просто будет вообще все, вся жизнь там будет. Вот это я от себя скажу. Ты сейчас скажешь, как тебе вообще решение Мазиловское? Я его очень сильно поддерживаю. В чем суть? Суть в том, что так же было просто с всплывающими окнами. Раньше они по дефолту были именно просто как-то там это называлось всплывающие окна на сайте. Так. Вот. И потом по дефолту их стали отключать. То есть, в принципе, все всплывающие окна на сайтах по дефолту отключены, и чтобы их включить, надо как раз на вот эту, на такую же маленькую иконочку нажать. Угу. Я сейчас пытаюсь найти, где это у меня... Там ее надо прожать, да. Я просто сейчас ищу в настройках Safari, где это включить можно. Это где-то сейчас уже вообще в дополнителях, или даже этого вообще уже нет. Короче, это супер давно было. Вот. И это, знаешь, иногда бесит, когда ты... У тебя друг покупает на каких-нибудь сайтах, например, книги пиратские по JavaScript. крипту. Блин. Там, чтобы загрузить, нужно, чтобы у тебя открылся поп-ап, ты в этом поп-апе 20 секунд постоял, посмотрел рекламу, и в нем появляется потом ссылка. Вот в тот момент ты судорожно ищешь, как же включить эти всплывающие окна, потому что, ну, таковы правила этой игры. Да. Вот. Это, конечно, смешно, вот, но здесь, видимо, что-то подобное. Я, кстати, видел, где, когда ты жмешь здесь заблокировать, вот в этом дефолтном поп-апе браузерном, потом у тебя на самом сайте фейковая хрень всплывает, типа, а вообще-то ты же можешь узнать о классных новостях с нашего сайта. Ты только жмешь кнопку «Узнать», и у тебя, хоп, опять вот этот браузер всплывает, и, типа, надо опять разрешить нажать. Вот. То есть, я думаю, вот в такое все уйдет. То есть, они станут фейковое говно показывать, где ты нажмешь, типа, блин, я хочу, и тогда они уже покажут вот это браузерное. То есть, там есть API, чтобы вызвать вот эту хреновину именно браузерную. Тогда это да, это будут точно спекуляции на этой теме. Вот. Поэтому, ну, вообще, я как любой здравый человек, разумеется, против этих уведомлений. Я тоже иногда, знаешь, приходишь к каким-нибудь там бывшим клиентам или куда-то там, просто усмотришь у людей, опять же, да, или даже я к маме на работу как-то приходил, у нее вот это открывается, и она даже не понимает вообще откуда. Она просто думает уже, просто реклама везде на сайтах, хотя она на самом деле просто где-то разрешить нажала тоже. Да. Причем там... У меня у Бати также тоже, да. Вот. Там не то чтобы это медуза, там какой-то бред типа Рамблера, и там как там, я не знаю, пить есть полезно. Полезно там. Как какать. Как какать. То есть там откровенный бред, который она никогда в жизни не открывает, он ее просто аноит, а она просто думает, что уже мы живем в таком веке, в котором уже отовсюду реклама идет, как бы от нее не скрыться, вот, и даже не понимает, что это можно... Я просто втихую выключаю, и она, возможно, думает потом, ну, какие-то там две недели, пока случайное разрешение. О, ну что-то как-то, видимо, просто пропало, как-то там, ну, меньше реклама стала в жизни, как бы, и вот, ну, то есть она даже... Я даже ее не напрягал тем, что сказал, что я что-то там у нее отключил, включил, как-то просто все. Вот как-то так. А у меня еще просто, понимаешь, отблок, вот так скажу, у друга моего, но вообще у меня отблок, и мне на некоторых сайтах вообще говорят, чувак, ты вообще, мы тебя максимально не любим, не уважаем, вот ты отключи отблок, тогда мы тебе что-нибудь покажем. Есть и такие, пацаны. Ну, в смысле, они прям блочат весь контент или просто баннерок появляется, который тебя немножечко шеймит? Не-не-не, они прям блочат контент, именно контент. То есть там, может быть, хедер есть, а какие-нибудь новости начинают быть заблокированы. Это именно на каких-то новостных сайтах, причем модных, знаешь, там, где статьи за бабки. А, понятно. И там, видимо, блокировщик, он прям блокирует. Я помню, мне прям на подкасте приходилось отрубать отблок, потому что, короче, прям вот чуваки не хотят бесплатно ничего показывать, потому что у них там дорогущая реклама, видимо, между постами. И, короче, мне приходилось вырубать. То есть вот и такое есть. Шеймит нашего брата. Ну, слушай, любишь отблок включать? Люби, когда тебя шеймит немножечко за него. Это, в общем, нормальная такая тема. Согласен. Блин, ты бы знал, как вообще, когда после отблока выныриваешь в YouTube без отблока, ну, когда ты выключаешь его, это что-то невыносимое становится. Я, похоже, я так нервы подлечил на этом, на отблоке, или наоборот, так нервы расшатал на отблоке, что, ну, настолько расслабился, что потом, когда включаю YouTube без отблока, если, ну, я не знаю, случайно получилось как-то, вот, то я просто сейчас, просто в Mozilla можно, не знаю, как там в Mozilla, в Firefox можно, короче, чтобы у тебя все экстеншены, я уже говорю, в смысле, все разрешения были, еще и расширения, да, уже, как это по-русски, чтобы они работали в анонимном режиме тоже, то есть, они работают, не как в Chrome, хотя, не знаю, может быть, в Chrome тоже можно, не знаю, но прямо Firefox это предлагает, чувак, хочешь, чтобы это расширение работало в анонимном режиме? Я говорю, да, хочу, и у меня прямо в анонимном тоже работает все там весь досвидос. Возможно, оно немножечко анонимность тебе нарушает тем самым. Да, да, ну, поэтому они и спрашивают, но, короче, в Chrome, по-моему, не работает, и ты вот в Chrome открываешь реально в анонимном режиме YouTube, и я такой, ё-моё, там через каждые три минуты начинается почему-то реклама хреначить, вообще не с хрена, просто ролик смотришь, и там что-то, и ты такой, что происходит, я вообще, я столько что-то отвык, она даже, если честно, на Твиче блочит рекламу, то есть, то есть, короче, я не знаю. Друг, хорошее, я кажется, да, я тебе, кажется, уже рассказывал, что я именно умышленно живу жизнью обычных людей, и не ставлю отблок, просто чтобы, ну, просто понимать вообще, что в мире происходит. Мне почему-то кажется, что в тот момент, когда я поставлю отблок, я буду максимально далёк от народа, как Путин, и просто не буду знать вообще, чем люди живут, сколько стоит хлеб, молоко и так далее. Мне кажется, вот от этого до другого один шаг, поэтому как-то, ну. Ну, подумай, подумай, на самом деле. А подождите, а когда у тебя это случилось, вот этот переход, и почему, что самое главное? Я поставил, короче, на работе, потому что нужно было потестить. ты говорил, да, вот один раз я поставил, реально, нужно было потестить, короче, с отблоком, и оно из-за того, что у меня хром, оно у меня сразу хоп и домой перекатилось, и я такой дома открыл и начал жить, и я такой, ё-моё, вот это хорошо-то произошло, а теперь всё, я не могу слезть с этой иглы, вот к сожалению, это, к сожалению, это расслабляет, это как, я не знаю, не знаю что, я сейчас не могу себе представить, если я вырублю, вот не могу, просто тупо умру. Я теперь, я больше в колбе стал, понимаешь, я стал более хрупким из-за этого. Ну, слушай, это да, потому что я пару раз ставил именно не просто отблок, а я ставил, именно друг у меня ставил, супер всякое говно, которое вообще GS отключает, то есть оверкильное для того, чтобы никто вообще не знал, что я браузером пользуюсь, где-то сижу, что я вообще там в интернет хожу и так далее, вот, и я, ну как бы, я настолько многим этим всем обмазывался, и это настолько тяжело с этим жить, то есть там реально прям, ну, нельзя зумить окно, если ты зумишь окно, потому что там в JavaScript на событие он зум можно уже повесить, чтобы там у тебя заснифило сразу длину твоей письки и так далее, то есть вот, вот это все нельзя ничего делать, ну, как бы я это пару раз делал, потому что там надо было, что называется, просто интересно было, как бы вникал в это все и так далее, и с тех пор я настолько от этого всего наблевал, что я вообще ничего это не использую, просто вот, ну, просто потому что по мне далек от людей, иначе буду, так что вот, ну да, оно немножко расслабляет, я согласен? Хорошо, что, пойдем к тому, что не расслабляет, а к тому, что помогает, да, к тому, что не западло, не западло абсолютно, это вам не, не вам не какие-то там моторолы, да, гнущиеся за полторы тысячи долларов, это доступный хостинг Smart Tape, ewebdesign.ru слэш Smart Tape, реферальная ссылка для вас, мы настаиваем, чтобы вы ходили через нее, мы, во-первых, будем знать, что вы нас поддерживаете, это же круто, когда есть связи, поддержка, есть как бы какой-то контакт, какой-то фидбэк, как только вы там будете по реферальной ссылке, зарегистрируетесь и возьмете какой-нибудь там тарифный план, я так скажу, то мы сразу же будем поддержку от вас получать, это очень круто, поэтому ewebdesign.ru слэш Smart Tape, если думаете, какой взять хостинг, то не думайте, возьмите, попробуйте просто. Вообще, да, я просто сейчас хочу поговорить с энтерпрайзной частью нашей аудитории, если вдруг вы какой-то проект пилите, какой-то стартап или что-то еще, здесь на самом деле очень дешевая аренда серверов, то есть, если у вас в штате есть хоть один какой-нибудь маломальский DevOps, то все, вы в шоколаде, потому что здесь можно, блин, что тут только нельзя, можно взять просто себе сервак, 48 ядер, Xeon Silver, 42.14, вот, и 256 гигов оперативки туда, вот, просто вы можете, реально, если у вас есть какая-то идея, вы можете сюда деплойнуться, и оно будет масштабироваться, мне кажется, до бесконечности, вы пол России сможете на этом говне обслуживать, на этом классном, в смысле, сервере, вот, и блин, я считаю, что если вы какой-то бизнес в интернете мутите, самое время попробовать свой какой-то сервак арендовать, потому что, блин, ну, камон, это очень круто, это стоит того, то есть, вы просто очень много денег сэкономите, самый топовый сервак стоит 27 штук в месяц рублей, вот тот, который я сказал, 48 евро, мне кажется, чтобы потратить 27 штук в месяц на АВС, на Амазоне, можно просто любой Hello World задеплойить туда, и все, и на него два ваших друга зайдет, все, вы улетели в 27 штук в месяц, а здесь, блин, по-моему, это гениально, я до сих пор не понимаю, почему некоторые люди, вот, даже вот мы сейчас работаем, у нас там суперпроекты и так далее, и реально у людей проблемы со стендами, там, с железом и так далее, по-моему, это уже ноль стоит, ну, то есть, с теми бюджетами, которыми нам платят деньги, просто наш зарплатный фонд, которые выделяют сюда, вот именно, можно вот, и там самое главное, что у нас есть часть, опять же, железа, которая у нас как бы, и мне девопс говорит, по секрету, конечно же, я поэтому тебе сейчас при всех это говорю, что просто там сервак перегрелся, и я так, что там, или там, серваку не хватило там ресурсов, у нас тупое говно, тупого говна крутится, прототипная, которая как бы без нагрузки, без нихрена, серваку плохо, хотелось просто кинуть в них ссылкой реферальной, и да, чуваки, пробуйте все смарт-тейпы обязательно, просто стройте бизнес вот на этом, я считаю, это вам любого 10-8 ядерного ксиона хватит уже за глаза, чтобы просто взорвать рунет, поэтому... Как ты думаешь, кстати, я вот хотел у тебя спросить, 11-го, 11-го были скидки, супер скидка на Алиэкспрессе, и я подумал, представляешь, там же, ну, огромное напряжение на серваки, как ты думаешь вообще, как... ребята с Алиэкспресс, вы там не охренели, ты как-то именно... Ты высоко... Я подумал. Вообще, как ты думаешь, как они сами, как они там не охренели ли? Ну, они очевидно готовятся к этому заранее. Я понимаю, там за год готовятся. Реально, у них там... Как думаешь, это Amazon, или что они вообще? Или там у них отдельно? Нет, у них стопудово свои. У них Amazon, я уверен, забанят. Если на Amazon что-то захостишь, тебя кочергой просто... Тебя вызовут к Си Цзиньпиню. Он тебя на карачки поставит, и лично тебе кочергу сунет. это же Китай. Я забыл, что это Китай вообще. Да, там-то, конечно, там, скорее всего, это в самом главном городе Китая, не знать уже вообще, где там... В нем стоит один большой сервак. Да, наверное, это целый город сервак. Вот именно. Вот я тебе хотел... На самом деле, есть район в Шанхае, который это район-дата-центр. И все люди, которые там живут, это девопсы, которые его обслуживают. Вполне возможно, что это и так. И причем он весь Алиэкспрессу принадлежит, потому что Алиэкспресс, все мощности, которые у них после Черной пятницы остаются, они их уже перепродают всем стартапчикам остальным китайским, которые там есть. Я уверен, примерно так это и происходит. То есть, Алибаба группа, они уже все из Китая скупили, да. Да, там миллиарды в секунду, как бы, в первые там несколько минут, я думаю, там дохренища миллиардов заработано, и поэтому... В общем, это да, это, конечно, интересно. Может быть, они на смарт-тейпе. Может быть. Ну, блин, есть шанс. В общем, в целом есть шанс. Я думаю, что потянули бы. Потянули бы. В котором смарт-тейп находится. Тем более, Россия дружит с Китаем. Вот именно. Это, в конце концов, супер гениальный центр DataPro в Москве, Tier 3. У них там супер оптайм, 6 сертификатов, чего у них только нет. Я думаю, уж Алиэкспресс какой-то они бы точно потянули. Конечно. Пойдем дальше. Дальше у нас, кстати говоря, почему-то немножко разработчики. Ну, так я это назову. Согласен. Vue, JS, разработчики, можно только с натяжкой называть, но мы попробуем. Напомню всем, что скоро же у нас Vue 3 выходит. Так. Ну, как скоро, в 2020, но, тем не менее, достаточно скоро. Вот. И у них там, как бы, кроме прочих всяких изменений, наклевывается Vue Composition API. И здесь некий Матеуш Рибш Джонник, Джонник, Межмей, Межмей, вот какой-то, видимо, из Восточной Европы чувак, он нам пытается пропиарить Composition API. Я могу сразу сказать, мне не нравится Composition API, выглядит как тупое говно, тупого говна. Вот. Но я это понял уже после того, как прочитал темку. Ну, точнее, не после, а еще в середине, как бы, но убирать я ее уже не стал, просто потому что, почему бы и не обсудить. В чем суть? По дефолту у нас используется Options API для определения компонентов. То есть, мы когда экспортим компонент, мы экспортим по факту JSON документ, в котором есть несколько свойств, в котором там хранятся соответственно объекты. То есть, у нас есть свойство Name, это название, свойство Components, это те компоненты, которые мы импортируем и используем в этом компоненте. Есть Data, это то, что у нас с двусторонним биндингом, вся реактивная информация. Компьютедные какие-то свойства, это соответственно Computed. Методы есть, которые используются внутри этого компонента. Есть куча хуков Lifecycle, то есть Created, Before Mount, Before Destroy, там, ну, короче, есть ряд событий, которые каждый компонент проходит при инициализации приложения и при инициализации этого компонента. То есть, создание, маунтинг, а потом там Unmounting и Destroying, например, да, ну, это, и на каждый из них есть Before, непосредственно, там, Mount, там, и так далее. То есть, есть, как бы, вот это все, это на самом деле просто набор свойств, которые мы храним в объекте компонента. И, как ни трудно догадаться, он фиксированный. То есть, у нас есть только одна Data, есть Computed, есть методы, и мы вот обязаны именно вот в этих ключах это хранить. В тот момент, когда у нас компонент перерастает в какую-то большую монструозную хреновину, там, на несколько тысяч строк, нам становится очень тяжело прыгать в рамках этого компонента, потому что все методы в куче. У нас нет никаких способов это разделить на части именно вот в рамках одного файла. То есть, мы можем использовать миксины, то есть, например, подключать именно там миксин, я не знаю, life cycle хуков, и чтобы это не в этом файле было, просто в другом файле. То есть, грубо говоря, вынести в один файл. Зачастую миксины используются, конечно, для того, чтобы какой-то функционал распространить на несколько компонентов, чтобы просто код не дублировать. Но можно миксины использовать и для того, чтобы разделять concerns, то есть, чтобы условно логику, касаемую там, ивентов в один миксин засунуть, что-то еще в другой миксин, там, что-то, что касается там работы с таблицами в третий, там, ну и так далее. Но опять же, ты тогда начнешь прыгать по файлам, типа, это всех бесит, как бы, и так далее. То есть, а вот хотелось бы, точнее, не всех, а мать уже Rip, Джонека и его подельников, соответственно. Вот. Они придумали и предложили composition API, который позволит в рамках сетапа, сетап функции, использовать другие функции, которые называть уже по смыслу. Типа, это у нас про события, это у нас про там какой-нибудь, я не знаю, биндинг, а про аутентификацию. Он в пример, кстати, привел типа основной компонент, типа app компонент, в котором в основном инициализируется куча всякой фигни про авторизацию, про деятельность пользователя и так далее, потому что этот компонент, он на всех страницах уже замаунтин, это как бы обертка, и в ней, как бы, ну да, действительно очень часто много такой общей логики находится, которая, соответственно, на любых страницах используется, там что-то в local storage положить, что-то там проверить, лежит ли в local storage и редиректнуть куда-нибудь, ну и так далее. Ну так вот, и он, вернусь к Composition API, к его сути, в setup функции ты определяешь несколько функций, которые логически разделяют это хреновину, а в этой функции уже ты можешь и Lifecycle Hook использовать, то есть и везде ты их используешь, то есть, что касается, если у тебя, допустим, на mount есть какие-то события, то ты и внутри аутентификации делаешь просто mount и то, что должно маунтиться при аутентификации, и внутри, соответственно, событий тоже mount, то, что маунтится там во время событий, то есть ты, грубо говоря, весь этот код делишь не просто по вот этой вьюшной концепции, что здесь у нас дата, здесь у нас computed, здесь у нас watcher, здесь у нас методы, здесь у нас hooky, а ты их разделяешь по смыслу, а там уже внутри смыслов у тебя везде своя дата, свои computed, свои lifecycle hooky и так далее, в общем и в целом как бы рабочая концепция, вот, но меня бесит, то есть это это нарушает view way, так скажем, и по-моему, если бы изначально так было, то к этому тоже можно было бы как-то привыкнуть и так далее, а так уже это основа view, то есть это в этом как бы была фишка, и чувак просто пытается взять эту фишку вырвать как бы с корнем, просто из-за того, что у него там типа много строк и он в них не может ориентироваться, хочется сказать, чувак, скорее всего, ты слишком много уже засунул в этот компонент, чувак, ты мне охренел, вот именно, чувак из CSS-3x, ты там не охренел, ты, по-моему, просто путяк говнокод, и поэтому ты его пытаешься как-то там разделить на какие-то смысловые части и так далее, вынеси это просто в другие компоненты, и все, и не парься, то есть, ну, он здесь подробно нам моделирует ситуацию, в которую мы должны прийти к этому, хотя я ее вот на словах все описал, получилось даже лучше, и вот он показывает, что сетап-функции у нас все просто гениально становится, меньше кода, никакой репетативности там, хотя репетативности наоборот здесь больше, потому что вместо одного хука-маунт ты его в пяти местах указываешь, вот, и, короче, это зависит от того, как ты мыслишь, ну, то есть, тем, кто привык именно уже это делать вот как все привыкли во Vue, то это так и делают, использовать реюзабельные куски кода таким образом, ну, типа, импортировать это в другие файлы и оттуда подключать эти куски, это и так можно было сделать и сейчас, просто в обычные JS-файлы засунуть какие-то хелперы и их импортировать, а внутри, соответственно, этих хелперов ждать контекст компонента, то есть, передавать сам экземпляр компонента внутрь этого хелпера и там точно так же все делать. Зачем, почему не делать так? То есть, это тоже нормальный такой паттерн, я не очень понимаю. То есть, придумали какую-то хреновину, вот да, но, короче говоря, я... А почему ты изначально, кстати, так сильно возбудился? От этой темы? Да. Я думал, это будет какая-то описанная супер киллер фича третьего вью. Я такой, о, расскажу сейчас пацанам, во-первых, сам узнаю, во-вторых, а тут просто пук. Чего, чувак, у него... Знаешь, я когда мы с какими-нибудь архитекторами на проекте разговариваем и мы обсуждаем вдруг какую-то там проблему, и они очень любят сказать, у вас просто неправильный low-level design. типа, вы изначально неправильно спроектировали, поэтому вы сейчас решаете проблему, но ее бы не было, если бы вы нормально спроектировали. Вот у чувака здесь изначально неправильный low-level design. Если бы он нормально спроектировал эти компоненты, то как бы у него бы вообще этой проблемы не возникло. Вот, поэтому пошел-ка он в жопу, я настаивал бы на том, чтобы они не приняли эту хрень, или чтобы они ее хотя бы сделали необязательной, вот, потому что, камон, это плохо, ну, ладно. А он, они тут уже замутили даже целую библиотеку из композишенов, которые можно скачивать чужие и удобно супер подключать и использовать. Короче, просто как это говно. Чем это отличается просто от директив и компонентов, которые, соответственно, также можно чужие скачивать и использовать? Ну, это как чужие миксины использовать. Ну, опять же, а вдруг они не подойдут именно к моим компонентам, мне там допиливать придется, и, короче, это, ну, блин, это превратится все равно в ад какой-то, адок. В ю-ад. Вот, да, поэтому, я не знаю, я бы у тебя, конечно, спросил твое мнение, но, да. Как тебе на слух вообще? Что? Алло-алло. Да, скайп что-то отвалил, слушай, не знаю, меня или у тебя, но я там спросил твое мнение. Да, мое мнение, мое мнение, ну, вообще, я вижу, что на самом деле тут какой-то мини-секта образовалась, потому что чуваки в комментах там поддерживают, кидают куски кода, вот, и вроде как это, ну, раз развлекаются, значит, пусть играются, так скажем. Да там половина комментариев, это сам же этот, мать, я уже, что это тебе? Вот, и самое главное, что он как бы везде пишет, чуваки, я как бы не призываю голосовать вот за эту хрень, но вот, кстати, репозиторий, вот посмотрите, как мы уже классно придумали, вот это, и мы тоже как бы невольно практически пропиарили эту хрень, ну вот да. Понятно, ну в общем да. Ну ладно, хорошо, интересно, что скажут наши вью-слушатели и вью-зрители. Ну, кстати, вот мои коллеги, которым я сегодня скинул в чатик, сказали, что это тупое говно, тупого говна, и я успокоился, потому что я с правильными людьми работаю, да. Все отлично, да. Пойдем к следующей теме. Следующая тема называется «Резюме с фотографией летит в урну. Особенности поиска работы в США». Здесь нам пишут в этой статье на самом деле достаточно очевидные вещи, до которых можно догадаться, но все-таки, все-таки можно о них и сказать. На самом деле здесь Марина Могилко, она не хочет нам сказать, как именно прям взять и устроиться. То есть она не то чтобы устраивальщик, она скорее может говорить, как, как, скорее всего, скорее всего, не то что, то есть она вас не сможет устроить, но может сказать, как вы могли бы устроиться. Сразу же скажу, что, естественно, вам нужно создать профиль на LinkedIn, если вы вдруг собрались в США, потому что все рекрутеры или рекрутеры смотрят по LinkedIn. Как у вас там? Она призывает, во-первых, в LinkedIn такие немного, небольшие хаки LinkedIn. Призывает вас убрать ненужную инфу, типа даты рождения, например, и там, где вот это вот сверху дата рождения, написать на более нужные вещи. То есть какой вы крутой написать. Вот у нее написано, что кофаундер, и там вообще хрен кто. Инфлюенсер. Вот это же звучит гордо. Звучит гордо. Короче, и нужно вот всякие лишние мелочи, которые не нужны, убрать их, а вперед поставить понты. Кроме этого, надо, естественно, LinkedIn заполнять не то, что как вы на вечеринках бухаете с пацанами и там ездите на корвете с открытым верхом. А вам надо деловые фотографии. Вы трезвые абсолютно. Вы в костюме. Вы накрашенный. То есть это нужно понимать. Обязательно. Не надо никакие делать альбомы, там, Новый год 2017. Это не нужно. Потом она призывает в на вот этот вот на аватарку поставить себя делового, а на в хедер на фоточку поставить что-нибудь такое, ну, просто ненавязчивое. Хотя на самом деле можно по любви к себе поставить, как есть фотография, где вы там стоите, например, перед залом и рассказываете какую-нибудь презентацию, что-нибудь там на конференции стоите. Это будет, ну, уже максимальная любовь к себе. Тут вы такой в галстучке на аватарке, а там вы такой, короче, вещаете. Мне кажется, это тоже подойдет для рекрутеров из США. Что еще? Это просто покажет, что ты инициативный и именно тебе не насрать. Да, это, наверное, они любят. Ну, естественно, нужно написать в цифрах и в буквах конкретные вещи, где вы работали, сколько лет, что сделали. Если вы пишете, например, какие-то вещи, типа, я стрессоустойчивый, это уже не работает, нужно писать, все пишут стрессоустойчивые, напишите в скобочках, типа, вел там три проекта, пока там в сжатые сроки все закрыл, успел там, все круто сделал. Например. То есть, нужно расшифровать какие-то банальные вещи. Это конкретно, что касается LinkedIn. То есть, все должно быть сжато, коротко, по делу и желательно не указывать какие-то вещи, которые не относятся к профессии, например, что вы кальянщик или там, что вы водитель, что вы водитель, например, категории С. Ну, раньше на маршрутке просто гонял. Не надо, вот это не нужно. Нужно по делу все-таки написать. Хотя, в принципе, если вас спросят на собеседование, а что ты еще умеешь, какие-нибудь хобби там и так далее, то смело говорите, кальянщик самый лучший человек на пати, опять же. Вот, допустим так. Еще, кроме этого, если вы делаете именно резюме, которое уже в документе, то почему-то в США не любят фотографии и не любят указания пола, ну, пола понятно почему, да и фотографии, собственно, понятно почему. Это типа супер личные данные, которые в США запрещены передавать. То есть, в резюме не указывают пол, дату и место рождения и не вставляют фотографию. То есть, эти данные нарушают закон о дискриминации в США. Соответственно, это не нужно вообще американцам. Это место можно заполнить чем-то более гениальным. Потому что у нас в резюме часто ты от себя напишешь, у меня, может быть, в каких-то резюме была сразу и дата рождения была, и еще какая-нибудь такая бесполезная инфа. На самом деле, по факту, всем примерно пофигу, когда ты родился, если только ты совсем не старикан, а претендуешь на какого-нибудь вау, какого-нибудь креативщика, супер зумера такого. Тогда да, наверное, я думаю, что не подойдет. Хотя многие люди, на самом деле, не любят работать со стариками, вот так, если подумать, то, представляешь, вот вы все молодые чуваки до 35, да, а тут в вашу команду вдруг приходит там вью-программист за 50. Как ты будешь его рассматривать? И придет такой же вью-программист за 30. Ты же по-любому будешь склоняться, скорее всего, к вью-программисту. Но тут это, опять же, дискоминация. Это, я не уверен, кстати, это действительно зависит от многих факторов, надо поговорить в первую очередь с человеком, надо поговорить. Важна эта командность, как бы, и так далее. Вот в США шичи, в США шичи, да, они не хотят, они в натуре вот смотрят только на имя, Джон Смит, и, соответственно, что там он вообще как? Похрен, он старый, молодой, женщина, мужчина, вообще пофиг. Да, они на самом деле наверняка его в тайне на Фейсбуке находят. В тайне находят. Все, как бы делают выводы, исходя из найденного. Но да. Да. Здесь она еще призывает во многом понтоваться. То есть, круто, если вы написали какие-нибудь очень важные вещи, что, например, вашу игру скачали сто тысяч раз за первую неделю, а через месяц она была в топ-10 своей категории. Да, они это действительно любят. Типа реальные достижения, которыми ты можешь прям гордиться и да. Да. Ну, примерно такие вещи. На самом деле, ничего необычного. Здесь даже дальше еще написано, как проходить собеседование с HR, и тоже ничего необычного, но, например, если вы проходите собеседование, то нужен какой-то сначала small talk, завязать беседу. Хотя, с другой стороны, по идее, я никогда на собеседованиях не испытывал дискомфорта в плане того, что молчание, ягнят происходит. Никогда такого не было. Согласен. То есть, обычно все равно есть какой-то small talk поначалу, может быть, сразу вы переходите на горяченькое, но всегда можно начать... Здесь написано, что, например, можно как-нибудь похвалить невзначай, так не сильно лестно, типа, допустим, именно компанию. Блин, там зашел к вам на сайт, у вас классно все. Например. Просто не с хрена. Я всегда так, знаешь, говорю, типа, блин, всегда хотел поработать именно вот в такой компании, в таком проекте, потому что вот, ну и вот по ситуации, так сказать, Никита. Да, и говоришь, я такое часто говорю, да. Ну потому что у вас там кальяны хорошие или у вас новые маршрутки. То есть, ну смотря, куда устраиваешься. Согласен. И что еще? Small talk. Считаю с того, что пост-то заминусен. У него минус 17 карма, и у Марины тоже минус 1 карма, теперь кофаундер. Да, ей как-то, у нее все так написано, видно, что как будто она не устраивалась сама. Я ничего не хочу сказать, но как будто она так ненароком. Вроде, может, сама хочет устроиться, я не знаю, но написано так, типа, ну вот вы попробуйте, но каких-то суперкейсов нету. И поэтому, видимо, чуваки недоверчиво отнеслись за минусили, хотя в принципе, напоминающая статья, такая шпаргалка, она нормальная. То есть, понятно, что с HR, мне надо у HR. Вот люди любят спрашивать у HR, почему-то, особенно такие, знаешь, которые не мылись две недели, спрашивают у HR, какой стэк технологии, блин, какой у вас там, какие библиотеки использовать. Вот это все. И сидит девочка и такая, ну, как бы, что она ответит? Или мальчик сидит, опять же, что ответит? А надо, чтобы такой же немытый козел просто двухнедельный вам сказал из технического отдела. Он вам и стэк, и хренек, еще вы попробуйте ответить на его вопрос на техническую собеседу. Да-да-да-да, он тебя еще попросит за жизнь пояснить, что это ты тут интересуешься, а ты-то сам могешь, там это, ты сам могешь. Да. То есть, смотрите, если вы на немытого, то смотрите, разговаривайте с такими же немытыми. Если вы на менеджера, смотрите на таких же мытых, то есть, вылизанных чуваков, как вы. Смотрите, с кем вы разговариваете на собеседовании, соответственно. В принципе, все. Ты, Саня, что-то хочешь добавить вообще по устройству в США? Я теперь понял, почему меня не брали. Я фотографию просто и пол первыми строчками писал. Вот ошибка, ошибка. Видишь, какое полезное, статья? Еще я хотел добавить, что практически каждый ее коммент в комментах автора Майрины, вот этой, заминусен. Блин, ну как-то слишком недоверчиво к ней отнеслись. Ну, на Хабре так любят. Это классика, Хабра просто, да, поэтому тут... Я бы, на ее месте, я бы не расстраивался, на самом деле, если она слушает нас. Ничего, на Хабре не получится, получится в другом месте, потому что Хабра, это оно такое, своеобразное. Ой, да ты поутешай еще, я на кофаундер онлайн-платформе всего, у нее все хорошо в жизни, поэтому... Согласен. Ну, в общем, да, пойдем дальше. Следующая тема, это тема, где уже непосредственно наша платформа, где мы кофаундеры. Да? Да, вот этот зевок как раз говорит про то, что мы... Он слышен, что ли, был? Что мы те еще кофаундеры. Короче, да. Я вам предлагаю на patreon.com slash webdesign пройти и посмотреть. Пойдемте. На наше резюме, что мы можем, у нас там все, у нас там, короче говоря, вы, наверное, не увидите, если вы деньги не заносите, но тем не менее, если занесете, то увидите, там полное резюме, там есть, во-первых, то, чего не может послушать обычный подписчик, который не подписчик на патреоне, это при-шоу. При-шоу, это просто, где мы разогреваемся. Неважно, не обязательно там будет что-то умное, смешное, тупое, новое, свежее, какое-то там будет. Мы всегда перед подкастом разогреваемся, причем в этот раз, например, при-шоу было больше часа. Оно такое, знаете, просто побалдеть, оно, даже я бы не сказал, сказал бы, не столько, новая инфа, сколько просто такое живое общение, я бы так назвал. Как в пивнуху с нами сходить. Пивнух, пивнуха, такой разогрев перед подкастом, чтобы на подкасте холодными не сидеть, а уже быть такими, мы голос разогреваем, как перед хором. То есть, нужен нам баритон ласковый, чтобы он вот лился в подкасте, надо его сначала разогреть на подкасте. Поэтому подписывайтесь на при-шоу, послушайте, прямо от одного доллара. Реально, я видел, что чуваки по одному баксу прям заносят, там можно как-то, я так понимаю, подхачить. Можно же? Может, там есть строка. То есть, ты можешь либо выбирать тир из дропдауна, либо в инпут ввести цифру. Вот, вот один бакс и при-шоу у вас, по сути. Еще что, там есть вообще много чего прикольного. Во-первых, там получаете подкасты раньше, чем другие люди. То есть, подумайте над этим, patreon.com slash ewebdesign Посмотрите. Ты как? Я так скажу, что вот Илари Иванович недавно писал в чатике, Андрюха, привет, что он не понял, что такое пришел. Ну-ка разъясни. Два варианта. Либо мы неправильно объясняем, либо он тупой. Я не хочу второй вариант даже допускать в мыслях. Да нет. Скорее всего, первый вариант. Еще раз, чуваки, это целый еще один подкаст. Он, короче, он не трехчасовой, он час, иногда 40 минут, 40 до 30. То есть, вот в таком аспекте от 30 до часа. Хотя сегодня был час 10, по-моему. Или даже час 20. Вот. Там мы просто с Никитой что-то обсуждаем по жизни и все. И вы слушаете наши обсуждения. Ну, мне кажется, только разве что до политики мы там не скатывались, все остальное уже обсуждали. То есть, от выбора, там, я не знаю, каких-нибудь там сковородок или кухонных принадлежностей и телевизоров до того, как я рассказывал, как мне балкон ремонтировали. Кстати, я обещал рассказать, как мне его доделали. Вот, видимо, в следующем пришел, надо будет это рассказать. Я больше скажу, не только это, но еще и от сюжетов и сюжетов кино и игр до, например, то, как в Альпах отдыхать. Да, то есть, всякое было. Кстати, про отдых в Альпах я забыл в тот раз в анонс добавить. В общем, достаточно интересная была тема о том, как я был в Провансе, как я на пляжах Ниццы нежился. Это было действительно интересно. Вот. И просто о том, что мы, кстати, кинематограф мы с тобой часто там обсуждаем. То есть, пришел в это место, где мы обсуждаем кино. Вот. Сегодня про игры очень много было. То есть, прям зайдите обязательно на patreon.com slash webdesign и послушайте там целый еще один подкаст, только уже такой, без галстуков. Вообще без галстуков. Абсолютно. Идем дальше. Давай SVG без галстуков. Да, я не буду. Здесь эту тему я тоже без галстуков, пожалуй, расскажу. Это Крис Койер нам написал. Вот. Тема называется «Когда использовать SVG, а когда использовать Canvas?» Вот. Тема такая. Я бы не сказал, что злободневная. Вот. Мы еще в супербородатые года делали ролики про SVG. Вот. Поэтому, я думаю, наши подписчики это уж все точно знают, когда и что использовать. Но, тем не менее, мне показалось интересным заново об этом поговорить. Вот. Что такое SVG? SVG – это Scalable Vector Graphics. Это такой же формат, как HTML, то есть, расширение XML. Это теги, открывающиеся, закрывающиеся. Это декларативный язык, который ты пишешь, что пишешь, то и видится. То есть, ты говоришь браузеру, что показать. Вот. SVG включает в себя большое количество элементов, всякие кругляшки, квадратики, векторные пути, типа Path. То есть, любую картинку, которую вы нарисовали в Adobe Illustrator, если только в эту дарастровую картинку не вставили, можно экспортировать как SVG, SVG, простите. И, соответственно, оно у вас в браузере также покажется супер четенькое, возможно, к масштабированию и так далее. Плюс, SVG еще очень удобно, классно анимировать, там можно из письки в горы сделать и так далее. Оно именно так, плавненько заморфируется из письки в горы, реально. Это самая распространенная анимация, просто поэтому я именно на ней остановился. Ну да, это best practice. Вот, да. Canvas — это канва, то есть холст, то есть это элемент, который вы просто обрисовываете как дифф, внутри которого будет происходить магия. И если мы говорим о том, что SVG — это декларативная хреновина, то Canvas — это императивная хреновина. В SVG вы пишете, что показывать, а в Canvas вы пишете, как показывать. То есть Canvas — это место, где вы пишете алгоритм, по которому что-то должно нарисоваться. То есть если мы говорим про SVG, мы реально поговорим здесь треугольничек, здесь, короче, кругляшок, а здесь завитушка, вот, то в Canvas ты говоришь, вот у меня, короче, уравнение линейное KX плюс B, нарисуй мне прямую, которая соответствует этому уравнению. Или там синусоиду, или там, неважно, можно запрограммировать. Я вот выучился в магистратуре на программирование искусственного интеллекта. Я именно на Canvas моделировал этот алгоритм преследования. То есть у меня точечки бегали за другими точечками именно по алгоритму. То есть там находил каждую секунду он находил кратчайший путь от одной точки до другой, высчитывал. То есть там реально он по уравнению. То есть это то место, где нужна математика. То есть Canvas это холст. Понятно, что в каком-то... Почему вообще возник вопрос у Криса Койра, когда что использовать? Это перекликающиеся технологии. То есть и Canvas и SVG можно нарисовать письку. Вопрос в том, и анимировать ее даже. Вопрос просто в том, что в каких-то случаях это сделать на SVG легче, в каких-то Canvas. То есть Canvas более производительный в плане множественных отрисовок. То есть если это будет 15 тысяч писек, которые будут друг за другом бегать, или кто-то будет ходить их пинать, наверное, это будет проще сделать на Canvas, потому что браузер не будет каждый раз перерисовывать вообще все и рендерить это как отдельный элемент. Для него это всегда будет холст, на котором просто какие-то пиксели между собой что-то делают, и все. И это отрисовывается с помощью аппаратного ускорения и так далее. То есть это просто это просто и легко, поэтому все браузеры, ну не все, многие браузерные игры сделаны просто на Canvas или даже на WebGL, который является расширением этого всего, 3D-шным. То есть там все просто классно и удобно. А в обратную сторону, если вам нужны какие-то 15 иконок векторных просто на странице распределить, это лучше всего инкапсулировать в SVG спрайт и подключать оттуда кусочками только эти иконки. Ну да, наверное, было бы странно 15 Canvas подключить. Вот именно, это просто, ну это бессмысленно. Ну и кроме всего прочего, SVG он accessible. То есть это реальный физический элемент, который можно выделить, у него есть элемент текст, который, если вы там напишите какой-нибудь заголовок, то он отсеошится, он будет физически на странице находиться, его сможет прочитать скринридер и так далее, и тому подобное. То есть SVG это для реальных каких-то элементов, Canvas это для какого-то действительно холста, на котором что-то будет происходить по каким-то закономерностям и так далее. Ну и еще немножечко детали, коль скоро SVG это расширение XML, так же как HTML, значит SVG элементы, можно точно так же к ним доступаться через DOM, через DOM API Documentary Model, то есть выбрать какой-то там элемент, его либо удалить, либо там кликнуть на него, либо там послушать события клика на этот элемент, ну какие-то такие вещи базовые с DOM API, все можно сделать с SVG. Вот, если говорить о Canvas, можно конечно отследить клик по Canvas, и можно отследить клик по той координате, понять, что на Canvas именно на этой координате и тоже каким-то образом обработать этот клик, то есть чисто теоретически можно, ну не теоретически, но и практически тоже, можно на Canvas тоже отслеживать, какие конкретно были клики, не только с SVG это возможно, вот, но просто на Canvas это для другого нужно, то есть если это опять же игра, и ты как в морском бою кликаешь, то понятное дело, что ты там высчитываешь, и грубо говоря, на SVG морской бой делать очень тупо, но если ты берешь какой-то элемент, перетягиваешь его на странице и так далее, то если это физический элемент SVG и ты его просто перетягиваешь, это в сто раз проще реализовать именно с помощью SVG, вот, то есть тут как бы такие штуки, плюс SVG можно стилизовать с помощью CSS и соответственно анимировать с помощью CSS, Canvas можно анимировать только с помощью математики, с помощью каких-то опять же уравнений, которые вы напишите, что это подвинь туда, это переделай в это там, здесь пиксель закрасит, здесь наоборот сатри там, ну и так далее, то есть это более такая хреновина сложная, и разумеется, есть миллион десять тысяч фреймворков для Canvas, чтобы это не писать все на низкоуровневом JavaScript, все-таки 2К 19-й год, ровно как есть и куча фреймворков для работы с SVG, например, и с SVG анимациями и вообще, но в общем и в целом как бы с SVG более принято работать низкоуровнево, потому что как правило ограничивается тем, что ты экспортируешь из иллюстратора какие-то иконки, совмещаешь их в спрайт и просто их используешь на странице, ну и декларативно действительно, говоришь, вот здесь покажи этот символ, здесь этот, и там при наведении меняешь там цвет или там скейлишь в два раза или что-то такое, то есть какие-то такие базовые штуки, в большинстве случаев фреймворк тут даже и нахрен не всрался, а нужен он в основном действительно для анимации и когда да, то есть ты в иллюстраторе нарисовал какую-то хреновину, а потом уже во фреймворке по айдишникам каким-то, которые ты заготовил в иллюстраторе либо уже сам дописал в коде, ты говоришь вот это крыло увеличь, вот эти махни, ну и там с помощью каких-то дефолтных анимаций или чего-то еще или каких-то абстракций высокоуровневых ты уже это анимируешь, там переставляешь и так далее, то есть я помню когда-то рассказывал про SnapSVG, была такая библиотека добовская для анимации SVG, ну как гуглю, есть она все еще или нет, ну технические страницы у них все еще есть, а при гуглении SnapSVG наш ролик это первое, что попадается, там целый часовой ролик про SVG, поэтому вот и по-моему здесь все все те же, да, она до сих пор в версии 0.5.1, то есть, короче говоря, как это тогда было, так это и осталось, последний коммит два года назад был на гитхабе, вот, ну короче, GsApp сейчас GreenSock Animation Platform, это стандарт де-факто для SVG анимации, вот, поэтому в общем и в целом, если вдруг задумаетесь, я советую его, мы кстати на проекте, на нынешнем сейчас используем библиотеку Joint.js, у которой есть режим SVG и режим Canvas, это библиотека для графика всяких диаграмм и так далее, вот, и соответственно там как бы тоже ты выбираешь режим исходя из того, что тебе нужно, то есть, вот у нас это такая диаграмма как UML, то есть, там есть квадратики, у них есть связи, примерно как диаграммка в базе данных, типа схема данных, вот, мы используем режим SVG, у нас там drag and drop и мы их переносим туда-сюда там и так далее, на Canvas это было бы очень глупо делать, то есть, ты переносишь квадратик, он у тебя пиксели пересчитывает прямо в прямом эфире, это просто сюрреализм, а здесь это физические элементы на странице, они просто рендерятся, ты их просто переносишь как бы и все, ну и опять же, если бы мы из этого Joint.js использовали там график какой-нибудь или гистограмму или что-то еще, разумеется, на Canvas это было бы сделать наверное удобнее, потому что там все графики строятся исходя из математических формул, и делать, эмулировать математику на SVG и перестраивать там тоже пути по цифркам в зависимости от каких-то данных, ну это просто чуть-чуть дольше, чем на Canvas, поэтому да, вот как-то так, то есть, на самом деле, вот их использование, оно вытекает, так скажем, из названия, ответ на вопрос содержится в вопросе, ладно, примерно та же самая хрень. Были ли люди, которые запутывались и реально думали, а что лучше здесь использовать SVG или Canvas? Мне кажется, это, ну как-то достаточно решаемый вопрос. Ну, я уверен, есть реально юзкейсы, в которых не очевиден ответ, то есть, наверняка есть какие-то моменты, когда действительно нужно прям будет подумать, что, где и как использовать, и даже, наверняка есть ответы, в которых, вопросы такие вот, в которых нет правильного ответа, то есть, это будет просто вкусовщина. Вот, мне в голову сходу такие как бы не приходят, но тем не менее, то есть, да, вот так вот, пишите в комментариях, что думаете, что вам больше нравится использовать, какой фреймворк используете для Canvas или для SVG анимации, поделитесь вообще о том, как вот, как вы с этим, вот, вам приходится взаимодействовать на работе, а мы пойдем дальше. Да, у нас заключительная тема подкаста, которая звучит, как прекратите использовать липкую в скобочках стики панель навигации, мы назвали ее вот так вот, но вообще для мобильных устройств. Да, для мобильных устройств действительно, здесь вот чувак пишет, на самом деле у него как будто пригорела жопа, что не надо в мобильной, когда ты мобильной разработкой занимаешься, не в смысле мобильных приложений, а в смысле адаптивную делаешь верстку для мобилы, не надо делать никакие навигационные элементы статическими, точнее, не статическими, а именно висящими на одном месте, то есть липкими стики. Так любят делать, на самом деле, кое-где, именно кое-где, и любят прилеплять, например, менюху сверх, и типа ты скроллишь, такой у тебя контент скроллится, а менюха сверху остается. Ну, видели наверняка. И я не знаю, даже вот для мобильного, наверное, это все-таки справедливо, потому что я когда читал, я такой думаю, блин, а вот для десктопа, вообще норм для десктопа, может быть, хочется написать, знаешь, такую статью, где для десктопа тоже не используют стики. Но потом я подумал, что все-таки в десктопе стики – это норм тема, потому что, ну, например, даже тот же самый Twitter, ты скроллишь общую ленту, а навигация у тебя висит по бокам, если в вебе я имею в виду, twitter.com я имею в виду. Вот. Как бы тут вот странное, тут вот странное, а вот в мобиле точно не надо, потому что, когда у тебя что-то занимает постоянно экран на мобиле, это тебе обходится как-то, не то чтобы дорого, но тебе это обходится не очень приятно. Везде уже у гениев сделано то, так, чтобы если ты, например, скроллишь ленту, то когда ты ее скроллишь обратно вверх, то, соответственно, появляется меню, а так оно пропадает, скрывается. То есть, достаточно уже есть кейсы, которые можно, можно слезать, можно придумать свои кейсы, но, тем не менее, не надо делать стики, стики-футеры, стики-хедеры, любят еще делать стики хреновину, которая куки, разрешение. Вот это тоже, на самом деле, это просто бесит, но никак уже без этого HDPR, или как он там, CDPR, CD Projekt Red, вот это вот соглашение, без него уже никак, но, допустим, ты можешь, Саня, придумать хоть один нормальный кейс, где реально бы это работало в мобиле, стики что-нибудь? Стики-кнопка, новое сообщение, например, в Gmail, или вот это вот floating action button, которое именно, ну, конечно, на мобиле, да, чтобы ты всегда мог в правый нижний угол тыкнуть, и у тебя там открылось. Google хрень это. Да, к сожалению, я сейчас Google хрень привел в пример. Ну, вообще, я вижу, в списке, именно в списке почты, да, действительно, есть такая, и ты можешь нажать сразу и создать, но вот в самом сообщении, там, где у тебя контент, у тебя там нет, хотя тут есть стики-хедер на самом деле. Я сейчас зашел именно в Gmail почту. там, там есть стики-хедер, которые назад возвращают. Они стики-чи вообще. Они сильные стики-чи. И, кстати, достаточно уместно получается, я вот сейчас смотрю. Не блевотно, да, это правда. И вот не знаю, что поделать с этим, возможно, автор не до конца прав. Я думаю, он это про сайты в основном. И реально, очень много абьюзит таким говном, типа сайты типа Medium, где этот еще стики-хедер у тебя треть занимает. И нижний еще. Оплатите нам говно или залогиньтесь, и мы вас кочергой опять же трахнем. там тоже еще 50% контента, и это полный отстой. Вот. Кстати, на этом сайте есть стики, вот эта кнопочка вернуться наверх. Вот. Я считаю, на мобиле она не нужна, потому что на мобиле нажатие на часики, то есть на вот эту строку состояния, она возвращает тебя наверх. Ты же знал это, да? Конечно, конечно знал. Я, кстати, не помню на андроиде, есть такая, но, наверное, есть. Ну, я не то, что не помню, я и не знаю, есть она там на андроиде или нет, но вот, да, конкретно вот этот вот кейс не нужен на мобиле. Здесь я согласен немного с автором. Вот. Поэтому, я думаю, он имеет в виду именно те хедеры, которые вот когда именно реально меню. Да. Он прям жесткая жесть. Фу, я немножко сейчас испугался, что мы с UX паба берем, а это медиумно подобный сайт, но нет, это хаброподобный сайт, я уже вспомнил. Ну, да, это был бы шок. Пришлось бы вырезать кусок подкаста. Напишите, опять же, в комментариях, что вы думаете по стике навигации. Интересно, на самом деле, вдруг вообще люди считают по-другому, потому что по-любому есть чуваки, которые использовали стике навигацию на мобилке, и сейчас скажут, чё, козёл, слышишь, иди сюда. Вот так. Я хочу узнать. Мне мешать, я тебе там сейчас это... Я тебе сейчас сам стики в хедер сделаю. Поэтому, да, подумайте, чуваки, правильно ли вы всё делаете. Пойдём к заключительной части нашего подкаста, именно не темке, а именно уже, во-первых, благодарственной части, а во-вторых, рассмотрению обойки. Так, ну давай с приятного, начнём с благодарственной части. Да, давай. Захожу к нам на patreon.com slash ewebdesign, чего и вам желаю. То есть ты считаешь, что это приятная, да, часть? Ну, слушай, для наших многоуважаемых глубоко и многоуважаемых патронов это определённо приятная часть. Конечно. А для нас, конечно, нет. Так, ну давай. Мы сегодня прямо линейные, опять подкаст, ещё один. Так, 40 долларов. Спасибо большое, Макс, мы тебя помним, ты в наших сердцах навсегда, ты очень крутой. Вот, 20 долларов. Спасибо, Костик, спасибо, Олег Цепеш, спасибо, Иван Мерзавцев, Антон Шувалов и Никита Ларк. Ярослав Мудрый у нас деклайнул оплату. Ну всё, он мудрым, мудрым оказался. Да, мне грустно от этого, но жизнь, есть жизнь, она двигается дальше. 10 долларов, вы чуваки. Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Графа Балмасов, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, Ануар Балгимбаев, Алекс Еценко. Спасибо, чуваки. БДС деклайнул десяточку. Полгода он с нами был, но что-то происходит, да. Пятидолларовые. Спасибо, Титус, Паша ОАМ, Антон Потапенко, Трофим, Геннадий Хатавицкий, Нан, Алекс Ефремо, Пётр Гаврилов, Алекс Нью Бостон, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Антон Заболоцких, Тёма Фарт, Илья Смагин, Сэм Белов, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Также отдельное спасибо Роме Фролову и Владимиру Анохину, которые выбрали пятидолларовую оплату, но не выбрали награду. Всем спасибо, чуваки. Если бы не Патреон, мы бы давно уже лавочку свернули, поэтому останавливаетесь глубже и сильнее. И чаще. И чаще, это точно, да-да-да. Теперь обойка. Теперь обойка. И я могу сразу сказать, что я здесь вижу, я здесь вижу, по-моему, это всё-таки лестничные пролёты, такие очень модные, киберпанковые, и в них, если смотришь вниз, то есть в колодец лестничных пролётов, то он выглядит в форме треугольника и уходит вдаль, то есть здесь несколько этажей, и, по-моему, это чуть ли не снизу вверх, как будто взгляд, а не сверху вниз. Да-да. Да, то есть задираешь голову, смотришь вот в это вот во всё, и видишь такой треугольник. Много треугольников, точнее. Я могу сказать, что здесь, на самом деле, так уж много элементов, которые вообще могут быть под кастом, но, наверное, всё-таки подкаст. Я буду, опять же, не банально как-нибудь попробую. Подкаст — это вон то небо. Вон то небо, которое там в конце... Я же надеюсь, что там всё-таки небо, которое в конце там видно, и подкаст, до него хочется достать. До него ты смотришь сквозь нескончаемую вереницу. Нескончаемую вереницу событий на неделе. Ты смотришь, там у тебя что-то происходит, работа, там семья, дом, уборка, там покупка машины, использование MacBook Pro. Ты всё это, сквозь это всё смотришь, как пелен через пелену, и пытаешься достать рученькой-то своей до подкаста. И вот где он? Где этот вот глоток свежего воздуха? Где эти пацаны-то раз в неделю? Они вон они, они вон там, вот их чуть-чуть до них посмотреть, и вон они есть. Примерно так я вижу это. Ну, слушай, действительно не банально, особенно мне почему-то кажется, что это просто потолок, это не небо. Но вообще, когда ты сказал, что это небо, я теперь не могу развидеть, и мне тоже кажется, что это небо, просто оно как бы беззвёздное такое. Да. Но вот да. Я попробую банально. Наш подкаст это, вот это всё, это наш подкаст. Потому что вот эти лампы, это наши темки, они как бы светят, освещают ваш путь, а ты, зрители, слушатель, смотришь вот снизу вверх, потому что, ну, как будто бы это следующий подкаст. То есть, ты в начале пути, ты смотришь наверх, сколько там ещё темок, сколько этих пролётов надо пройти. Вот. Но ты радуешься, потому что это будут одни из самых приятных пролётов на ближайшие несколько часов, там два или сколько. Сегодня два часа ровно подкаст идёт. Может быть, через неделю будет три, я не знаю. И такое у нас бывало. Короче, на ближайшие пару часов ты будешь подниматься эти пролёты, и будет классно. Вообще, какой-то приятный фиолетовый цвет. Вообще, я люблю фиолетовый цвет, как бы, я думаю, это очевидно людям, да, что мы любим фиолетовый цвет. Просто, здесь он какой-то тёплый, несмотря на то, что фиолетовый вообще-то холодный цвет, у него синий основной, как бы, но почему-то он какой-то тёплый здесь. Прям прикольно. Понимаешь, фиолетовый, он ещё как эпические шмотки фиолетовые. Да, это правда. У меня другая немножечко ассоциация тоже с геймингом возникла. Мы, кстати, в сегодняшнем пришоу разговаривали про гейминг, в описании на него ссылка, послушайте. Это отдельный целый подкаст, классный. Так вот, я когда играл в Knights of the Old Republic 2, опять же, в мою любимую, там была возможность кастомизировать мечи световые, lightsabers. Так. Вот. И в том числе кастомизировать цвет. Я всегда по хипстерам с фиолетовым играл. Вот так вот. Да, то есть там были возможности всякие, особенно во второй части уже потом, всякие неочевидные, типа, бирюзовый, белый, свет там и понтовость, типа джедайность. Вот. А фиолетовый я не помню, чего. Ну, то есть без чуток, правда, не помню. Белый я не знаю. Белый я не помню, белый это элегантный, да. Короче, вот, я с фиолетовым всегда ходил, нравится действительно этот цвет, он какой-то приятный. Так что, вот, такие дела. Кстати, еще последняя микрохрень. В ролике у Сережи Мезенцев, в последнем, который коллапс с Варламочем, он там показывает свой новый офис, ну, видимо, возможно, его первый офис, а возможно, новый офис, не знаю. И там он именно где-то заказал неоновую микровывеску, именно настольную, big numbers. Там, то есть у него именно буковки big numbers неоновые горят. Я чуть не сдох от зависти в этот момент, я тоже теперь такое хочу и веб-дизайновое. Да, согласен. Так что, можно же изготовить, мне кажется. Я даже знаю, у нас на перекрестке Чайковского-Кошириных есть именно рекламное агентство, которое занимается неоновыми вывесками. И здесь у меня недалеко, на улице Комуны тоже есть одно. Надо зайти, спросить, про сколько стоит. Да, вот именно. Короче, тем более, что это, видимо, набирает обороты, потому что я недавно смотрел передачу на Travel Plus Adventure, там пол передачи было посвящено чуваку, который занимается именно, у него мастерская, он неоновые трубки делает, он показывает, как он там их из стекла выдувает, там и так далее и тому подобное. То есть это, видимо, реально входит обратно в моду, вот, и это круто. Надо реально зайти, спросить. Я считаю, это будет офигенный артефакт. да, согласен. И фиолетовый возделать, опять же, потому что эпический. И потому что мы из винда, так что да. Ладно, спасибо, зайки, спасибо, уважаемые слушатели и зрители. Увидимся с вами через неделю, там или, не знаю, у нас регулярностью мы вас, конечно, не балуем, вот, но, короче, в какой-то момент увидимся и порадуем. Да, всем пока, теплой зимы вам. Давайте, у нифига ты, не банально сегодня, у сука со смыслом, я бы даже сказал. Ладно, давайте всем пока, услышимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok